Глава вторая Звонарев крикнул служанку, которая уже приготовила таз с водой для умывания. Прапорщик, отфыркиваясь, торопливо умывался, Куинсан, хитренько улыбаясь, раскосыми глазками, быстро болтала на русско-китайском диалекте. — Моя, ходи, море смотри, Рива жди. Нет, Рива, нет, Андруша, моя, плакай, хоти. Сережа, Варя, гуляй, Куинсан, скучай. — Ты это откуда узнала о Варе? — вскинулся Звонарев. — Моя, все о Сереже, знай, моя, смотри, слушай и понимай. Сережа, Варя, люби, Рива, нет. — Ничего ты не понимаешь, милая дитя природы. Подавай-ка лучше завтрак. Куинсан скрылся. Одевшись, Звонарев вышел в столовую. Пока он завтракал, служанка все время вертелась около него, то и дело игриво посмеиваясь и строя ему глазки. Она и впрямь не дурна, — пригляделся Звонарев к желто-розовой грациозной девушке. И тут только заметил сложную прическу на ее голове с массой черепаховых гребней различной формы, новенькое шелковое кимоно и лакированные туфли на крошечных ножках. — Не ожидаешь ли ты, Куинсан, сегодня жениха, что так принарядилась? — улыбнулся прапорщик. — Моя жених нет, моя Сережа люби. И, прыснув от смеха, Куинсан, закрыв лицо руками, побежала из комнаты. Звонарев весело захохотал. Собираясь уходить, Звонарев взял свой туго набитый планами портфель, оставленный им с вечера на диване в гостиной. Он был не совсем плотно закрыт, это удивило прапорщика, и он проверил, все ли в нем на месте. Убедившись, что ничего не пропало, он сунул портфель под мышку и вышел. Куинсан провожал его до двери. В штабе Кондратенко Звонарев узнал о возвращении части эскадров Артур и поспешил за новостями в городок. Около квартиры Белого он увидел генерала, уже садившегося на коня. — Наша эскадра потерпела вчера поражение и утром вернулась обратно. — Едемте на Золотую гору, там узнаем от моряков все подробности, — предложил Белый. У сигнальной мачты морского ведомства они застали группу офицеров во главе с командиром порта Артура, адмиралом Григоровичем и командира, находившегося в доке крейсера Баян, Вирина. — Витгевт и Матусевич убиты. Цесаревич остался на месте боя, его судьба неизвестна. — Асколь, Диана и Навик не то прорвались и ушли во Владивосток, не то погибли. Вместо приветствия сообщил Григорович Белому. А остальные почему вернулись? — Вследствие из сильных повреждений. Ретвизан опять получил пробоину. Полтава села на корму. Пересвет весь избит, на Севастополе отказали машины. А победы и паллада не рискнули одни идти на Владивосток. — Да, все это, конечно, очень печально, — покрутил Белый свой пышный ус. — Но меня несколько утешает то, что пять броненосцев и один крейсер смогут оказать большую помощь обороне крепости своими крупными орудиями. Да и экипажи судов будут немалой поддержкой для пехоты. Большие потери на кораблях. Из командиров судов тяжело ранен Бойсман и легко Шанснович. — Пять офицеров убиты и около сорока ранены. — Около полутора сто убитых и раненых матросов. Подробности узнаем позже. — Андрюша-то жив? — спросил Звонарев у стоящего рядом с Айманова. — Сейчас справимся на Севастополе. — Вон он подходит вместе с Палладой и Монголией, — ответил лейтенант. — Справься, какие потери на Севастополе среди офицеров? — обернулся он к одному из сигнальщиков. — Есть! И матрос замахал флагами. — Звонарев перенес бинокль на идущую за боевыми кораблями Монголию. На палубе толпились пассажиры. Среди них было много женщин и детей, глядевших на давно надоевшие артурские виды. Кто-то утирал платком глаза. Возвращение в осажденный и беспрестанно обстреливаемый город мало кого радовало. Изредка мелькало сестринское платье. Ривы не было видно. — На Севастополе все благополучно. Убитых нет. Ранено три матроса. И то легко, — доложил сигнальщик. — Значит, Акинфиев цел. — Надо будет ему на днях нанести визит, — подумал Звонарев. Вскоре он простился с Белым и направился на электрический утес. Обогнув Золотую гору, прапорщик еще и издали разглядел, что около орудий батареи возились солдаты в белых летних рубахах. Тут же были видны домкраты для подъема орудий, пучки канатов и блоки полиспастов. На склонах Золотой горы солдаты пололи огороды. На берегу моря несколько артиллеристов тащили сети. Далеко на горизонте маячили небольшие японские суда. Несмотря на ранний утренний час, солнце пекло немилосердно. Звонарев, вытирая платком мокрый лоб, неспеша добрался до утеса, сдал около конюшней лошадь и пошел к орудиям. Среди солдат он тотчас же заметил богатырскую фигуру барейка. — А, Сережа, каким ветром занесло тебя к нам? — приветствовал его поручик. — Проштрафился, что ли, что тебя изгнали из высшего общества или надоело быть генеральским прихвостнем? Никогда им не был. — А в данный момент офицера нужнее в строю, чем в штабах. — Ладно, мы тебе сейчас же найдем дело. — Поможешь мне так переоборудовать батарею, чтобы орудия имели круговой обстрел? — Жуковский где? — Верно, в канцелярии. Он все с желудком мается. Из-за этого и ушел с батареи литера Б. Белый решил всю нашу роту вернуть на утес для скорейшей переделки батарей. — Пошевеливайтесь, черти! — крикнул барейка, работавшим в рубахе, которых и без того промокли от пота. Звонарев пошел в канцелярию на ходу здоровый со встречными солдатами. — Вы, Ваш Бротин, совсем до нас или только в гости? — спросил прапорщик Аблахин. Солдат сильно загорел и поправился. Звонарев даже не сразу узнал его. — Да, совсем. — Будем теперь вместе воевать. — Ты чем сейчас занимаешься? — Бомбардир. — Лабораторист. — Приставлен перезаряжать снаряды. Заменяем в них порох, пироксилином и миллениитом. — В гору, значит, пошел. — Бомбардира? — Получил. — Пить-то бросил. — По малости бывает, — смущенно ответил солдат. — Весьма рад Вас видеть, Сергей Владимирович. Поднялся навстречу прапорщику Жуковский. Надолго ли к нам заглянули? — Я откомандирован обратно в строй. — Прекрасно. — Коль скоро Вы опять наш, я Вам и поручу заниматься переоборудованием батарей. Это по Вашей инженерной части, а то все не можется мне. И он провел рукой по своему искудавшему, плохо бритому лицу. — Что новенького и хорошенького принесли нам? — Новость только одна. Эскадра вернулась сильно потрепанная. Витгифт убит. Подробностей я не знаю. — Да, это мы видели сами. Не везет нашим морякам. — Погибли Макаров. Витгифт остался ничтожный ухтомский. С продовольствием все хуже. Едва начала стесная блокада, а уже вводится два постных дня в неделю. Нашей-то роте голод не грозит. — Коли у других ничего не будет, все равно придется делиться своими запасами и самим голодать. Пусть стес или белый отдадут своих коров и свиней, а для гарнизона это капля в море. Кроме того, белый передал своих коров и свиней тому госпиталю, где работают его дочери. Когда офицеры собрались, Жуковский объявил им о назначении прапорщика. — Без вас. — Я заведовал электрической станцией, там вечные неполадки. А я в этом деле не очень разбираюсь и прошу помочь мне, — обратился Гудима к Звонареву. — С удовольствием, даже приму от вас совсем, — ответил прапорщик. Жуковский согласился с этим предложением. На дворе раздался сигнал к обеду. Солдаты, оставив работу, пошли к умывальникам, а затем собрались под навесом, служившим в столовой. Жуковский с офицерами пришел в столовую и, попробовав пищу, приказал петь молитву. — Садись, — скомандовал капитан, когда пение было окончено. — Проглодались люди. Подошел к Жуковскому Борейко. — С пяти часов ничего не ели, а утром вся еда кипяток да хлеб. У нас есть почти сто пудов сэкономленной гречневой крупы. Если на завтрак давать хотя бы по десять золотников на человека, то ее нам хватит на полгода. За это время Артур будет или освобожден, или взят. Предложение дельное. Я поговорю с генералом. — Упаси вас, Бог, мигом прикажет сдать все излишки, — замахал руками поручик. — Ну да Бог с ним. После минутного раздумья решился командир. Семь бед, один ответ. — Валяйте. — Заяц, сюда! — рявкнул на всю столовую Борейко. — С завтрашнего дня будешь к утру готовить кашу размазню да приправлять ее маслом. — Слушаюсь. Сразу у святей солдатскому брюху будет. — У нас, кажется, люди пока не голодают, — заметил звонарев, вглядываясь в загорелые, упитанные лица солдат. — Где воруют, там солдаты худые и голодные. Много заяц крадешь. Вдруг обернулся Борейко к артельщику. — Тимофеич! — подозвал он взводного Родионова. Фейерверкер степенной походкой подошел к офицеру и взял под козырек. — Жирин, что-то заяц, больно стал. — Они летом всегда жиру набираются, а босень русак самый толстый бывает, — шутливо ответил Тимофеич. — Кроме того, сейчас все на хороших харчах раздобрели. — Верно. — Верю. — Но глаз с тебя все же не буду спускать, — предупредил Борейко и отпустил артельщика. Офицеры отправились к себе во флигель. Звонарев несколько поотстал. Проходя мимо домика Фельдфебеля, он увидел жену у Фельдфебеля, старуху Савишну, стиравшую в корыте белье. Поздоровавшись с ней, прапорщик справился, как она живет. — И какое тут житье, коль сраму не оберешься, — печально ответила старуха и смахнула с глаз на вернувшуюся слезу. Не понимая, в чем дело, Звонарев смутился и поспешил отойти. Обедали, как и прежде, в столовой Жуковского. На хозяйском месте прапорщик, к своему удивлению, увидел Шуру Мазаренко, одетую в дорогое шелковое кимоно с перламутровыми гребнями в волосах. При появлении Звонарева девушка густо покраснела и застенчиво протянула ему руку, украшенную браслетом. Звонарев был удивлен и озадачен, но из деликатности не решился спросить объяснение, стараясь догадаться сам, но что могло толкнуть на такой шаг скромную и застенчивую Шуру, — задавал себе вопрос прапорщик. Обед прошел довольно натянуто, и все облегченно вздохнули, когда трапеза была окончена. Звонарев зашел к Борейко. — Давно это случилось с Шурой? — спросила. — Черт их знает, когда они успели снюхаться. А переехала Шурка к нему с неделю. — За такие художества я бы Гудиму привлек к офицерскому суду, — хмурый и сурово говорил поручик, шагая по комнате. — Может, твоя амазонка сумеет повлиять на Шурку? — Хорошо. — При встрече скажу. Сам-то ты и не пробовал говорить с Шурой. — Я мужчина, а это дел женское, деликатное. После обеденного перерыва оба друга направились на батарею. Солдаты толпились у орудий, которые были уже направлены в сторону сухопутной обороны. Сделать это можно было лишь при помощи примитивных домкратов и полиспанстов, так что центр тяжести всех усилий ложился на живую мускульную силу солдат. — Каждый из взводов должен был переставить по одной пушке. Такая постановка дела очень заинтересовала солдат. Они усиленно обсуждали подробности предстоящих работ. Когда офицеры подошли к батарее, их встретили взводные. — Ваш бродь. — Мы решили между собой пойти на спор. Кто свою пушку раньше на новое место поставит, — проговорил Родионов. — Ну, и на что же вы об заклад бьетесь? — справился поручик. — Да ни на что. Кто проиграет, тот на себе повезет победить ли в казармы, — ответил Лепехин. — Я же от себя выставляю победившему взводу ведро водки, чтобы не в сухую ездить вам верхом, — заявил Борейко. — Покорнейше благодарим. Откозыряли солдаты и поспешили к своим орудиям. — Выпьет, значит, первый взвод, — уверенно проговорил Родионов. Но это еще вилами на воде описано. — Ты бери первый взвод. — А я возьму второй. А гудим и дадим третий. Будем состязаться. Хочешь? — предложил Борейко звонареву. — Пойдет ли на это Жуковский? — Поговорим. — И сегодня же вечером приступим к работе. — Только ты к ночи дай на батарею свет. Узнав о предложении Борейко, Жуковский выразил желание сам принять участие и руководить третьим взводом. — Известие, что и офицеры будут участвовать в состязании, — взбудоражило всех солдат. — Изменил нам чертов медведь, — возмущался первый взвод. — К ночочкам перебежал, а нам прапора подсунул. — Держитесь теперь, мы с медведем покажем вам Кузькину мать! — радовался Лепехин. Третий взвод был польщен, что с ними сам командир роты, но особой уверенности в успехе у солдат все же не было. — Медведь, один пушку поднимает. — А у нас командир совсем хворый, больше в креслах сидит, да в книжке читает. Звонарев собрал к себе солдат, чтобы вместе обсудить план работы. Как всегда, он не столько распоряжался, сколько советовался с ними. Родионов, Кошелев и числящийся в первом взводе матрос сигнальщик Денисенко помогли распределить работу между людьми. Прапорщик объяснял, как лучше использовать механизмы. Вскоре работа закипела. Борейко, ругается и смеясь над неповоротливостью своих бородачей, орудовал рядом. Жуковский по обыкновению неторопливо, спокойно руководил работами третьего взвода. Люди деловито возились в орудии. Лебедкин с прожекторной командой спешно налаживал освещение на ночь. Блохин не принимал участия в работах при орудиях, но сильно интересовался ходом состязания, особенно в своем первом взводе. — Ты за какой взвод держишь, блоха? — окликнул его Борейко. — За тот, что выиграет ваш бродь! — бойко ответил солдат. — Тогда наверняка в рот водка попадет. Хитрый ты, я вижу. Даже от своего взвода отрекаешься? Какая ж в нем сила, коль вас в нем нет? Если так, держи за второй, где я? У этих бородачей вся сила в бороды ушла. Без первого взвода вы ваш бродь тоже не выдержите. Борейко весело улыбнулся. С наступлением темноты был объявлен перерыв на час. Вечером Жуковский доложил в управление артиллерии о ходе работ. В ответ было получено распоряжение к концу следующего дня закончить переоборудование батареи. Ночь выдалась безлунная, звездная. Далеко, на севере, часто сверкали зорницы. На море было тихо, и белые щупальца прожекторов лениво передвигались по спокойной поверхности воды. Со стороны сухопутного фронта слышались отдельные выстрелы, ружейная и пулеметная трескотня. Как только было налажено освещение, работы продолжались с прежней энергией. В первом взводе все шло гладко. Во втором взводе было шумнее всего. Не закрывая рта, кричал Борейко, оглушая солдат забористой, но не злобной бранью. В ответ солдаты прыскали с осмеху, или боязливо крестясь, поминали царя Давида и всю кротость его. Но взвод все же отставал в работе от других. В третьем взводе солдаты без суеты двигались около орудий, выполняя точные и ясные распоряжения Жуковского. До полуночи время пролетело незаметно. Ровно в двенадцать часов Жуковский приказал кончать работы. Люди нехотя пошли в казарму. Первый и второй взводы шли вместе, третий несколько отстал. Солдаты Борейко и Звонарева, заметив это, осыпали насмешками незадачливый взвод Жиганова. — Цыплят по осени считают, — загадочно ответил за всех сам Жуковский. — Мы, варскородие, не цыплят, а водку считаем, которая нам в глотку попадет, — отозвался Блохин. Вскоре вся рота уже спала крепким сном, только часовые мерно прохаживались по батарее. На следующее утро Звонарев проспал. Было около шести часов, когда он открыл глаза, работы шли полным ходом. — Ты почему меня не разбудил? Набросился он на денщика. — Поручик не приказали. Хитро улыбаясь, ответил солдат. Прапорщик поспешил на батарею. Подоспел он как раз вовремя. Борейко отбирал у первого взвода подъемные талии. Окружив поручика, солдаты шумели. — Ваш прапорщик еще спит. А без офицера пушки по закону поднимать не разрешается. — Тащи талии на место! — распорядился прапорщик, узнав, в чем дело. Пока первый и второй взводы возились около своих орудий, Жуковский начал поднимать пушку вместе с лафетом на раму. — Ваш бродь! Третий взвод через час, другой окончит работу! — встревоженно сообщил Звонареву наводчик Кошелев. Прапорщик пошел взглянуть на работу соседей. Пушка была уже поднята, и оставалось лишь опустить, ее на раму и соединить с ней лафет. Было видно, что Жуковский использовал свой большой служебный опыт и обогнал два других взвода. — Итак, Николай Васильевич, мы с Борейк проиграли пари, — сказал Звонарев, подходя к капитану. — Я держу с того же мнения. Уже через час я смогу открыть огонь из своего орудия, — ответил Жуковский. — Это не по правилам, — запреставал Борейка. — По закону воспрещается поднимать орудие вместе с лафетами. — Что это вы, Борис Дмитриевич, вдруг законником стали? На войне нельзя быть таким формалистом, — усмехнулся капитан. — Я-то формалист, — возмутился Борейка. — Никогда им не был и не буду. Но мог произойти несчастный случай, и кого-нибудь придавило бы. На войне с опасностью, да еще проблематично считаться не приходится. А теперь попрошу съездить в управление артиллерии, доложить об окончании работ, организовать связь утеса с батареей литера «Б» и договориться об организации стрельбы. Вы бы сами съездили, Николай Васильевич. Не люблю я разговаривать с начальством. Связь я поручаю Сергею Владимировичу. — Артиллерийскую часть вам, Борис Дмитриевич. Когда третий взвод закончил работу, солдаты бросили скачать Жуковского и хотели было отнести его на руках к квартире, но Борейка отстранил их и подставил капитану свою спину. — Садитесь, Николай Васильевич, мигом дам чудо дому. — Что вы, бог с вами, — Борис Дмитриевич запрестовал капитан. — Раз мы проиграли, то должны по условию вести третий взвод на себе. — Э, Жиганов, садись на Родионова, остальных тонкого хочет! — крикнул Борейка. Солдаты кинулись седлать друг друга, Звонарев подсадил Жуковского, и вся Кавалькада под общей смеха улюлюканье двинула с батареей, благо было обеденное время. Борейка и Звонарев уехали в город. Слева развертывалось безбрежное море, где все было тихо и мирно, и только на горизонте маячили японские миноносцы, стерегущие Артур. Да у берега взад и вперед двигались тральщики, вылавливая мины. Зато в старом городе все было затянуто облаками дыма и пыли, сквозь которые виднелись взблески огня, шла бомбардировка. Над всем этим стоял сплошной гул, напоминающий раскаты грома. Улицы казались вымершими, нигде не было видно ни одного человека. Лишь изредка проносились вскач рикши или извозчик с раненым, подобранным на улице. Но вот, перекрывая все звуки, рявкнули 12-юймовки, состоящих на рейде броненосцев, посылая свои снаряды в далекий японский тыл. В управлении артиллерии офицерам пришлось подробно рассказать о работе, проведенной на батарее. В это время адъютант доложил о приходе Бутусова. Генерал тотчас его принял. Разрешите доложить, Ваше превосходительство, что зловредная батарея обнаружена моими разведчиками-китайцами. Вот схема расположения японских осадных батарей. Разыскиваемая нами батарея расположена за одной из сопок в районе деревни Шулинмин. Нанес ее на схему я со слов китайца. Да, кстати, из трех разведчиков китайцев вернулся лишь один. Другого поймали японцы и отрубили ему голову, третий погиб в перестрелке. Надо бы осиротевшим семьям выдать хотя временные пособия, а после войны назначить пенсию. Ведь китайцы погибли на нашей службе и сделали большое дело. Эта помощь очень поощрит их сородичей. Они с охотой будут помогать нам, работая как разведчики в японском тылу. Стессель никогда на это не пойдет. Он считает, что лучшей наградой китайцам за их работу является виселица, ответил генерал. Необходимо сначала проверить правильность полученных сведений, а затем уже награждать китайцев, возразил Тхотелов. — Поручаю это дело вам. Свяжитесь с моряками и попробуйте проверить, что возможно из доставленных китайцами сведений. — Если они подтвердятся, то и представим к награде. А не выйдет это, выдадим сами денежные премии из наших экономических сумм. Обернулся к Тхотелову генерал. — Слушаюсь, немедленно займусь этим, — ответил полковник. — А как же быть с семьями погибших? — напомнил Бутусов. — Пока придется прибегнуть к частной благотворительности. — Прошу принять от меня четвертной, — протянул Бутусову деньги генерал. Тхотелов и Звонарев тоже раскошелились. Всего собрали около ста рублей, которые Бутусов и взялся передать семьям погибших. Хотя самих батареи обнаружить не удалось, но после обстрела, указанного китайцем района, зловредная батарея навсегда прекратила стрельбу. После доклада Звонарев вышел на улицу. Здесь он встретил Варю, идущую к дому. — Неужели вы сейчас из госпиталя? — спросил прапорщик. — Да, что? Но ведь город засыпается снарядами. — Я сегодня отвозил и больных моряков в морской госпиталь. Что нового на утесе? Что поделывает Шурка Назаренко? — Звонарев вспомнил свой разговор с Борейко. — Справляет свой медовый месяц? — Вышла-таки за своего писаря. А сама уверяла меня, что скорее в петлю полезет, чем пойдет за него. А она вышла не за писаря. — А за кого же? — Уж не за вас ли часом? Вы ей всегда нравились, сколько я ее не уверял, и что из вас выйдет такой же муж, как из меня, придворная Фрейлина. Быть может, вы со временем будете ею героиня порт-артурской обороны. — А кто же стал Шуркиным мужем? — Гудима. — Как Гудима? — Я об этом ничего не слыхала. — Когда была свадьба, в какой церкви, кто венчал? Расскажите все подробнее. Вы, конечно, были шафером. Венчались они вокруг ракитового куста, а когда, точно мне неизвестно. — Не смейте говорить гадости, — сказала краснея Варя. — Увы, это печальная правда. Варя с удивлением и испугом посмотрела на Звонарева. Я завтра же заеду к ней и выругаю как следует, и заставлю вернуться домой. Но честь вы ей не вернете. Гудима, по-моему, поступил подло. Я это ему прямо скажу. — Пожалуй, тогда вам лучше будет не приезжать к нам. Кроме неприятностей Шури ваше всещение не принесет ничего. — Скандалить-то буду я, а не вы. Поэтому вам обеспокоиться не о чем. И Варя, тряхнув руку, Звонарева пошла домой. Наступившие сумерки вынудили Белого отложить стрельбу до утра. Сообщив об этом по телефону Жуковскому, друзья решили использовать вечер для всещения Ривы, у которой они надеялись узнать подробности минувшего эскадренного боя. Как только прекратилась бомбардировка, на улице выспали толпы народа. Открылись магазины. На этажерке появились первые гуляющие, и вскоре бульвар заполнился публикой. Военный оркестр грянул браурной маршей, и жизнь забила ключом. Борейка и Звонарев неторопливо шли вдоль набережной. К пристани то и дело подходили шлюпки военных судов. Все в Белом моряки направлялись к этажерке. Едва они появились там, как услышали по своему адресу свистки и громкую брань фланирующих по аллеям стрелков. «Да стукались наши моряки, что им даже нельзя показаться в городе», — бросил Борейка. «Я уверен, что команду и броненосцами лейтенанты наверняка хотя бы часть эскадры прорвала свал Девосток». «Не зайти ли нам по дороге в Пушкинскую школу за учительницами?» — предложил вдруг он. «Это совсем нам не по дороге». «Скажи прямо, Боря, что тебе хочется повидать маленькую Олю. Я буду очень опечален, если с ней что-нибудь случилось. Собираешься жениться на ней? Кто ж пойдет за такого пьяницу, как я? Так зайдем? Ладно». Приятели свернули на Пушкинскую улицу. В двух-трех местах им пришлось сходить с тротуара, обходя поврежденные бомбардировкой здания, но школа не пострадала. Только каменная садовая изгородь в одном месте была разрушена, да осколки повредили несколько деревьев. Навстречу им вышла маленькая жизнерадостная Оля Селенина. «Никак сам господин Топтыгин пожаловал к нам со своим другом, приветствовала на гостей. Пожалуйте в Фанзу». Офицеры последовали за ней. Здесь они застали Марию Петровну и Лелю Лобину. Гостей пригласили присесть. «Мы к вам мимоходом по пути кривее идемте вместе», — предложил Борейко. Девушки вопросительно посмотрели на Желтову. «Идите, а я дома посижу». Отпустила их Мария Петровна. Обе учительницы бросились обнимать ее и убежали одеваться. «Вас сильно сегодня обстреляли?» — спросил Звонарев. «Мы укрылись в погребе, но все же было довольно-таки страшно. Почему вам не выстроить блиндаж? Мы люди маленькие, о нас и не помнят. Зато неподалеку отсюда у Стесселя строят гигантский блиндаж для скота». Вскоре вернулись обе учительницы в сопровождении Стаха. Он еще сильно прихрамывал и передвигался, опираясь на палочку. «Здорово, артиллеристы!» — приветствовал он гостей. «Как воюете?» «В резерве сидим на утесе и ждем у моря погоды. А ты как живешь?» Раны почти закрылись. Мой командир полка, Савицкий, так обо мне соскучился, что прислал комиссию для освидетельствования моего здоровья. Мудрые скулапы нашли, что я уже почти поправился. «Подумайте, старший полковой врач заявил, что в строю Стаху не придется танцевать, а ходить можно и потихоньку!» — возмущал Ислобин. «Особенно в атаку!» — усмехнулся Звонарев. Простившись с Желтовой, все тронулись в путь. Впереди шли Инжиевский с Лёлей, за ним Звонарев с Олей, а сзади тяжело выступал Борейка. Подходя к домику Ривы, они еще издали услышали доносившиеся через открытые окна пение. «Наши органавты, очевидно, благополучно вернулись», — заметила Лёля. «Вот мы и узнаем все подробности морского боя». Соловьем залетным юность пролетела. Волной в непогоду радость прошумела, неслось из окна. «Время золотое было да сокрылось, сила, молодая, с телом износилась», — подхватила подошедшая компания дружным хором. Из окна выглянула Рива. «Андрюша, к нам идут», — проговорила она, обернувшись в комнату. Пение в комнате прекратилось, но на улице продолжало с прежней силой. «Без любви, без счастья, померусь, китаюсь, разойдусь с бедою, с горем повстречаюсь». Особенно выделялись сильные сопрано Оли и мягкий приглушенный бас Борейка. Хозяева, вышедшие на крыльцо встречать гостей, зааплодировали. «Живые и целые, значит, все в порядке», — проговорил поручик. Девушки целовались, мужчины жали друг другу руки. «Ну, рассказывайте, рассказывайте поскорее все, что с вами приключилось», — попросила Оля, когда все вошли в комнату и уселись. «Если б вы знали, что я перечувствовала за все время боя. При каждом взрыве на Севастополе я была готова упасть в обморок от страха за Андрюшу. Нет, больше я в бою участвовать не хочу», — закончила Рива свое повествование. Обрадовалась Артуру, как к родной Одессе. «Но почему же собственная эскадра вернулась обратно?» — спросил Стах. «По различным причинам», — ответил Акинфиев. «Во всем виноват Ухтомский. Он, вместо того, чтобы с наступлением темноты собрать эскадру и попытаться еще раз идти во Владивосток, первый ринулся во рту, а за ним и остальные». «Но Эссен почему не попробовал прорваться с Севастополем?» — заметил Звонарев. «У нас стала правая машина, и мы потеряли ход. Идти дальше не могли». «Как Эссен не ругался, ничего поделать нельзя было. А Ротвизан, Полтава и другие...» «На Ротвизане уже при выходе имелась пробоина в носу. А когда он бросился на японцев, то получил вторую пробоину в носовой части и принял через нее столько воды, что стал зарываться на ходу. Вполне естественно, что Шенс Нович заторопился во рту. У Полтавы была разворочена корма, и плохо действовал руль. В каком же состоянии был Пересвет, что Ухтомский повернул во рту?» Продолжал допрашивать Стах. «Злые языки говорят, что Пересветом командовал бойсман, им самим командовал Ухтомский, а князем командовал целый триумвират женщин, его жена, Карцева и Непенина. Есть японская пословица, что если на корабле несколько капитанов, то он наверняка не придет в порт по назначению. Так случилось и тут. Пересвет в бою не получил серьезных повреждений, так же, как и Победа и Паллада. «Все они могли продолжать путь во Владивосток. Струсили, что ли?» Спросила Оля. «Шаша-ля-фа, Мольга Семеновна. На Победе и Палладе, возможно, тоже были дамы. Они то и дело падали и от страха в обморок. За цариной с Сарнавским вместо командования кораблями были заняты приведением их в чувство», — улыбнулся Акинфиев. «Все зло всегда проистекает от женщин», — назидательно заметил Борейко. «Крепко намотай себе это на ус, Сережа, и береги свои амазонки». Женщины бурно запротестовали. «Без нас вы, мужчины, никуда не годитесь», — сказал Рива. «Посмотрите на Стаха, человеком стал, как женился на Леле. Раньше ходил замурзанный и грязный, когда ел, когда не ел, а теперь у него все в порядке». Разговор принял шутливый характер. Зажгли свет, закрыли окна и уселись ужинать. «Что же вы, горе-мореплаватели, собираетесь теперь делать?» — поинтересовался Борейко. «Эссен думает, что Ухтомского отставят от командования. Тогда, быть может, наша эскадра еще раз попытает счастье в бою». «А пока вас перепишут в морскую пехоту или в крепостную артиллерию», — заметил Борейко, «Андрюшу уже назначили на Ляутишань командовать батареей», — сообщила Рива. «Это только временно. До тех пор, пока ты не поправишься». «Ляутишань сейчас самое тихое место в Артуре. Снаряды с сухого пути не долетают, с моря туда не стреляют, спокойно. Чистый воздух. Да, одним словом, настоящий санаторий», — проговорила Леля. «Ты, Рива, с ним туда не поедешь?» — спросил Оля. «Меня не пустит». «Значит, на время вы превратитесь в соломенную вдовушку», — хитропотный Молборейко. «Не подкатывайтесь к ней. Все равно она на вас и смотреть не захочет», — горячо отозвалась Оля, вызвав общий смех. «Наш милый медведь, кажется, попал на веревочку», — мягко улыбнулась Рива. «Едва ли найдется женщина, которая заинтересовалась бы мною», — вздохнул поручик, украдкой взглянув на Олю. «Женщина не женщина, а некий комарик проявляет к тебе большой интерес», — засмеялся Стах. «Смерть боюсь я их. Жалит куда хочет, а его не поймаешь». «Ведите себя как следует, так никто вас жалить и не будет», — заметила Леля. «Ну, нам пора домой, а то мой благоверный совсем устал», — погладила она по голове Стаха. Гости стали прощаться. Куин-сан, которая все время вертелась в столовой, кокетливо послала им в догонку воздушный поцелуй. «Кому это ты?» — спросила Рива. «Сережа». И, фыркнув, убежала. «Ай да, Сергей Владимирович, он, оказывается, без нас тут время даром не терял», — захотал Акинфиев. Звонарев сконфуженно пытался объяснить, в чем дело, но его никто не слушал. «Не сносить тебе головы, если об этом проведает Варя», — предупреждал шутливо Борейко, еще более смущая прапорщика. Проводив учительниц до Пушкинской школы, артиллеристы пошли к себе на утес. Как только Андрюша и Рива отправились на покой, Куинсам вышла из дому, быстро побежала на окраину города в небольшую полуразрушенную фанзу, где застала старого нищего. Она коротко передала ему подслушанные в столовой сведения о состоянии русских судов после боя 28 июля, а также их намерение еще раз выйти в море. Выслушав ее, нищий поднес ей хризантему и попытался было обнять, но Куинсам со смехом увернулась и убежала. На следующее утро Звонарев отправился к адмиралу Григоровичу за телефонным кабелем. Узнав, в чем дело, адмирал тут же написал приказание о выдаче требуемого материала. Простившись с Григоровичем, прапорщик вернулся на утес. Первое, что он услышал, подходя к своему крыльцу, был громкий голос Вари, доносившийся из открытого окна комнаты Гудимы. «Одумайся, вернись домой!» — уговаривала она Шурку Мазаренко. Ответа Звонарев не расслышал. Когда через четверть часа прапорщик вышел из своей комнаты, он застал в столовой Шурку, рыдающую на плече Вари и возмущенного Гудиму. «Это совершенно вас не касается, мадемуазель. Раз навсегда попрошу вас не вмешиваться ни в свое дело. Шура, моя подруга!» «Я считаю ваш поступок по отношению к ней мерзким!» — ответила Варя. «Вы невоспитанная и грубая девчонка. Сегодня же напишу обо всем вашему отцу и попрошу, чтобы он запретил вам появляться на утесе!» — угрожал взбешенный офицер. «Пойдемте в комнату!» — Александр Алексеевич тащила Шура своего возлюбленную. Варя с победным видом вышла на кольцо. «Как видите, я умею постоять не только за себя, но и за своих друзей!» — хвастался она Звонареву. «Едва ли ваши действия будут одобрены дома! Что облетит мне, я знаю! Но это не впервой!» — тряхнула головой девушка. «Белый!» — узнав о жалобе Гудимы, запретил дочери бывать на каких бы то ни было батареях. Затем он написал Гудиме письмо, в котором, извиняясь за дочь, резко указал ему на неблаговидность его поведения в отношении Шуры Назаренко. На следующий день на утесе появились незваные гости. Военно-санитарный инспектор крепости доктор Субботин в сопровождении нескольких врачей и интендантов. Жуковский справился о цели их прибытия на батарею. «Здесь будет устроен лазарет для слабосильных и выздоравливающих после ранений солдат», — ответил Субботин. «Без ведома управления артиллерией я вас допустить не могу». «Вы забываете, капитан, что я почти генерал по своему положению», — показал на свои погоны Субботин. «Генерал от дизентерии», — пробурчал подошедший Борейко. «И кроме того, есть сведения, что у вас имеются излишки продовольствия, не учтенного интендантством. Мне приказано осмотреть ваши склады и погреба», — вмешался интендантский чиновник. «Без прямого приказа от генерала Белого я вам ничего не покажу», — сразу взволновался Борейко. «Спор был прекращен приказанием батареи немедленно открыть огонь по сухопутным целям». «К орудиям! Цель номер тринадцать!» — гаркнул Борейко во всю силу своих легких. Солдаты и офицеры бросились по своим местам. Субботинцы святые хотели было обождать конца стрельбы, но грохот первого же залпа заставил их спешно ретироваться. По окончании стрельбы Борейко подозвал артельщика Каптинармуса и объявил им о намерении интендантства отобрать продовольствие. «Не имеют никаких правов этого делать», — вмешался подошедший Блохин. «Мы его так заховаем, что они и не вовек его не найдут. Нароем ямы и зацементируем сверху». Пока Борейко орудовал солдатами, Жуковский вел дипломатические переговоры с управлением артиллерии. Белый предложил Капитану действовать по своему усмотрению. «Я об этом ничего не знаю», — ответил он, — «давая понять, что не хочет вмешиваться в это дело». Когда разговор кончился, к Капитану подошел Борейко. «Могут приходить искать. Три года будут шарить и ничего не найдут», — объявил он. На следующий день Субботин снова появился на Утесе. Для подкрепления своего авторитета он пригласил с собой главного инспектора военных госпиталей Квантунской области генерала Церпицкого. Хотя территория Квантуна уже свелась до размеров крепости, Церпицкий продолжал оставаться в своей и ставшей мифической должности. Одно время Стессель назначил было его командиром второй бригады в дивизию Кондратенко, но в первом же бою на перевалах генерал проявил такую слабонервность, что его немедленно отчислили на прежнюю должность. Небольшого роста, толстенький, краснолицый, в золотых очках он производил впечатление добродушного любителя поесть и послушать анекдоты. Рядом с ним шествовал высокий, сухопарый, почти совсем седой, субботин с обычной брезгливой миной на лице. За начальством шли врачи и интендантские чиновники. Стоял солнечный, жаркий день. Церпицкий вытирал платком потную физиономию и лысеющую голову. — Нельзя ли у вас достать стакан воды? — обратился он к Жуковскому. — Разрешите вам предложить нашего хлебного квасу? — генерал согласился. Холодный, прямо с погреба, душистый, пенистый квас привел Церпицкого в восторг. — Судя по квасу, можно думать, что вас хорошо кормит солдат-капитан. — Обернулся он к Жуковскому. — Это и не мудрено. Если тратить на продовольствие, много больше положенного от казны, — вступился интендант. — Это надо еще доказать, — вмешался Борейко. — Зря языком трепать нечего. — И докажу, — спалил интендант. — Затем интендант с Борейко направились к погребу, а Церпицкий с медиками пошел в казарму. Бегло осмотрев ее, генерал особенно заинтересовался кухней. Он потребовал пробную порцию обеда — ботвинья из свежей рыбы. И рассыпчатая, сваренная на пару рисовая каша весьма пришли с ему по вкусу. Приятно улыбаясь, Церпицкий долго смаковал пищу, проявив прекрасный аппетит. Затем он заглянул в казарму и, предложив врачам детально осмотреть ее и определить пригодность для размещения в ней лазарета, он был вместе с Субботиным. Между тем Борейко с интендантом производил тщательный учет запасов в погребе, и излишков почти не оказалось. Но это только усилило подозрение интенданта. Успели спрятать. Прямо заявил он поручику. — Все, что найдете, будет ваше, — ответил поручик. Выйдя из погреба и осмотревшись, чиновник прямо направился к месту, где была зарыта картошка. Внешне яма была так тщательно замаскирована, что, стоя даже рядом, невозможно было ее заметить. Стало очевидно, что кто-то указал интенданту это место. — Прошу раскопать в этом месте. Может быть, и найдем какой-либо клад, — насмешливо проговорил чиновник, заранее предвкушая свое торжество. Борейко невозмутимо приказал Блохину и еще трем солдатам взять лопаты. Солдаты принялись за рытье. Сняв верхний слой земли, они натолкнулись на скалу. И как ни долбили ее кирками и лопатами, ничего не могли сделать. — Сплошной камень. Я надеюсь, что вы удовлетворены? — спросил Борейко у чиновника. — Не совсем. И он попытался сам копать, но скала не поддавалась, и чиновник со вздохом, к сожалению, отошел в сторону. — Какая-то стерва! — указала место ямы. — Блоха, разузнаешь, кто и доложишь мне! — говорил Борейко, направляясь в казарму. — Не зря, значит, мы вчера разжились у моряков цементом. Недаром они уверялись, что он в раз схватывается, и через час его и ломом не пробьешь. — На кораблях им заделывают мелкие пробоины, — проговорил наводчик Кошелев. — Но как мы потом сами доберемся до картошки? — усомнился Борейко. — Не извольте беспокоиться, ваш бродь. До своей картошки да не добраться не могет того быть. — Буркой взорвем, а достанем, — успокоил Блохин. Пока интендант тщетно пытался обнаружить скрытые запасы, врачи обсуждали возможность превращения казармы в лазарет. — Работы по переоборудованию мы сможем произвести сами. — У нас есть инженер. Укажите, что и как надо делать, — пояснил Жуковский. — Кто имеется у вас из медицинского персонала? — Ротный фельдшер и добровольная сестра Назаренко, — сообщил Жуковский. — Пришлем еще одну сестру, и хватит. Обрадовались из кулапы. Можно двигаться и домой. — Как у вас дела, господин кладоискатель? Может, присоединитесь к нам? — спросили у подошедшего интенданта. — Придется приехать в другой раз. По-видимому, все вывезено с батареи в потайное место, — сумрачно отозвался чиновник. — Приезжайте, приезжайте хоть сто раз, ничего не сыщите, — усмехнул Соборейко. После отъезда генерала и врачей Жуковский вызвал к себе Назаренко и спросил его напрямки, не он ли сообщил об излишках продовольствия на утесе? — Я себе, варскроди, не враг. Сам из солдатского котла, харчуюсь, — даже обиделся Фельдфебель. — Разыщи, кто? — И доложи мне, — распорядился капитан. Прошел день, другой, а виновный не находился. Борейко ругал солдат и требовал найти Доносчикова, что бы то ни стало. Наконец Родионов доложил, что донес интендантам писарь Пахомов. — После службы. Он метит в жандармы, вот теперь и практикуется, — пояснил он. — Я с ним расправлюсь сегодня же, — объявил поручик. Не стоит вам, ваш брать, об него руки марать. Мы сами тишком да миром накажем его так, что всю жизнь помнить будет. — Чур только не до смерти, — предостерег Борейко, — а то начнутся суды-пересуды, и командиру роты и мне может нагореть. В ту же ночь писаря подкараулили, когда он вышел на двор, и устроили ему темную. Борейко сквозь сон слышал приглушенные крики и сопения, но вмешиваться не стал. На утро, избитый до потери сознания, с переломанными ребрами, Пахомов был отправлен в госпиталь, где провалялся больше месяца, но не посмел ничего рассказать о случившемся с ним происшествии. На утес неожиданно приехала Рива. Сойдя с линейки, она сняла два свои чемодана и беспомощно стала озираться вокруг. — Зачем изволили к нам пожаловать, сударыня? — окликнул ее из окна Жуковский. — Нельзя ли видеть Борейко или Звонарева? Я назначена сюда сестрой. — Милости просим, сестрица! — приветливо проговорил капитан, выходя на кольцо. — Позвольте, я поднесу ваши чемоданы. И он ввел Риву в свою квартиру. Я сейчас прикажу позвать поручика и прапорщика. Простите, не знаю вашей фамилии, сестрица. Блюм. — Капитан Николай Васильевич Жуковский. Очень рады познакомиться. И они обменялись рукопожатием. — Ривочка, каким ветром занесло вас сюда? — спросил вошедший Борейко. — Я назначена на утес в лазарет для слабосильных, только я никого здесь не знаю. — Мы немедленно прикомандируем к вам Сергея Владимировича, он все покажет и расскажет, — улыбнулся Жуковский. — Он и без этого станет около Ривочки на мертвые якоря, — заметил Борейко. — Не смейте обижать Сережу. Он славный мальчик и никогда ничего лишнего себе не позволяет. Вскоре появился и обрадованный Звонарев. — Переселяйсь к брату своей комнаты ко мне. Она нужна Ривочке, — встретил его Борейко. Появление Ривы на утесе внесло оживление в жизнь Батареи. Звонарев под различными предлогами целый день советовался с ней. Борейко подсмеивался над Акинфиевым, предсказывая появление у него неких костных новообразований на голове. Жуковский целыми вечерами рассказывал ей о своей семье. Гудимо усиленно подкручивал усы. Даже Чиж пытался быть элегантным кавалером, но успеха не имел. Шура, вначале стеснявшаяся присутствие Ривы, быстро сдружилась с ней. Солдаты на Батарее — те, гадали, кто завоюет благосклонность Ривы. — Иначе как прапорщик. — Он за нее и вовсю ухлестывает, — предрекал Лебедкин. — Нет, ребятки, — вмешивался Блохин. — Командир женат. — У Гудимы Шурка, у прапор Варька. Один наш медведь холостяком ходит, она ему и достанется. Помяните мое слово, — уверял он. Но поручик продолжал к великому огорчению Блохина относиться к Риве с чисто дружеской иронией. Вечером в день приезда Ривы Борейко собрал солдат и организовал хоровое пение. В тихом вечернем воздухе понеслись стройные звуки мощного мужского хора. Поручик прикрывал всех своим могучим басом. На небе мерцали по-южному яркие звезды. В воздухе проносились блестящими точками летающие светлячки. С берега доносился извечный шум прибоя, да по темной поверхности море ползали бледные прожекторные щупальца. И над всем этим лилась широкая русская песня. Из-за гор глухо доносилась отдаленная стрельба. Рива сидела как зачарованная рядом с Жуковским. — И часто у вас бывают такие прекрасные концерты? — спросила она. — Почти каждый день. Борис Дмитриевич Большой мостак по этой части. Спокойно текла жизнь на Утесе. И только доносившиеся издалека глухой рок от стрельбы до рассказа о бомбардировках города напоминали о войне. С 17 июля японцы подошли к крепости и, освоившись позициями 27 июля, атаковали русских. Им удалось занять передовые позиции. Крепости на восточном участке обороны — хребты Дагушань и Сяогушань. В течение 1 и 2 августа захватили они на Западном фронте горы Трехголовую и Передовую. И таким образом, к 3 августа на восточном участке они подошли к главной линии обороны и продвинулись по направлению к основным опорным пунктам Западного фронта — горам Высокой, Плоской, Дивизионной и Водопроводному редуту. Все это делало возможным общий штурм крепости. Утром 3 августа прошел довольно сильный дождь, очистивший и освеживший воздух. На всем фронте было совершенно тихо, а артиллерия молчала, и лишь изредка раздавались одиночные ружейные выстрелы, и русские и японцы усиленно окапывались на своих позициях. Около 10 часов утра со стороны Волчьих гор появилась группа японских всадников с большим белым флагом и направилась к передовым позициям крепости. Выехавшему навстречу офицеру они объяснили, что майор японского генерального штаба Ямаоки желает передать генералу Стесселю письмо своего командующего. «Я прошу вас, господин поручик, немедленно сообщить об этом вашему генералу», любезно улыбаясь, проговорил майор. «Сейчас же дам знать о вашем предложении по телефону в штаб крепости. Пока же не откажите в любезности подождать здесь, я прикажу подать сюда чай и кофе». Японцы низко кланялись. Вскоре подошли еще офицеры и стрелки, и между недавними врагами завязалась дружеская беседа. В наскоро разбитой палатке сервировались стол. «Должен огорчить доблестных защитников Артура сообщением о гибели русского крейсера «Рюрик» в морском бою у Корейского пролива 1 августа. Русская эскадра, как и в бою под Шантунгом, сражалась с таким исключительным мужеством, что адмирал Того счел нужным довести об этом до сведения нашего императора», — сообщил по-русски Ямаоки. «А где наши суда, не вернувшиеся в Артур?» — задали вопрос русские. Майор также обстоятельно рассказал о судьбе каждого корабля. «Как велики ваши потери в этих морских боях? У нас их нет», — ответил японец. «Ему не поверили». Вскоре прибыл начальник штаба Стесселя, полковник Рейс. При его появлении все офицеры вскочили, Ямаоки представился полковнику и передал ему пакеты. Выпив затем по бокалу вина, русские и японцы разъехались по своим местам, и через четверть часа перестрелка возобновилась. Стессель сам вскрыл пакет и начал рассматривать присланные бумаги. Они были на японском языке, и генерал мог разобрать лишь подписи. «Генерал Байор Ноги и адмирал Того. Интересно, что могут они писать мне?» «Я сейчас переведу ваше превосходительство», — зазрапился Рейс. «Тут имеется еще пакет морякам и небольшое письмо вашей супруги». Весть о присылке японского парламентера быстро облетела весь Артур. В штаб один за другим прибыли Фок, Кондратенко, Смирнов, Белый и адмиралы, князь Ухтомский и Григорович. «Вот и отлично», — приветствовал их Стессель. «Не надо никого из вызывать. Сейчас же, как только будет сделан перевод, устроим военный совет». В это время за мужем прислала Вера Алексеевна, которая была весьма обижена тем, что ее супруг даже не зашел к ней посоветоваться перед заседанием. «В чем дело, Анатоль? Зачем ты так спешишь с обсуждением японских предложений? Сначала мы должны обсудить их в своем кругу, а то этот полоумный Смирнов начудит вместе с моряками». Их разговор был прерван приходом Рейса. Полковник почтительно приложился к ручке генеральши. «Я хотел передать вам перевод письма оборона Ноги». «О чем же он мне может сообщать?» — заинтересовалась Вера Алексеевна. Она развернула письмо и прочла. «Миледи, пользуюсь случаем засвидетельствовать вам мое глубокое почтение и осмеливаюсь приложить к всему чек в десять тысяч долларов на Чосенспеши-банк. Означенные деньги прошу вас обратить на дела благотворительности по вашему усмотрению, свершенным почтением ваш покорный слуга барон Ноги». «Как же я смогу реализовать это в осажденном Артуре?» — проговорила она, рассматривая чек. «Осада не может продолжаться долго. К тому же японцы предлагают сдать крепость, не ожидая общего штурма». «Кукиш с маслом! Увидят они, а не Артур!» — вскипел Стасель. «Прочтите все их послания». Рейс прочитал. «Господину, высшему начальнику российской армии в Порт-Артуре, имеем честь представить следующее. Блестящая оборона Порт-Артура заслужила восхищение всего мира. Однако, будучи окружен суши и моря превосходящими силами и без надежды на выручку, он в конце концов не может не пасть, как бы ни были талантливы военачальники и доблестные русские солдаты». «Наша армия готова к штурму, и когда это случится, судьба крепости будет решена. Поэтому, во избежание лишнего кровопролития, во имя человечности, мы предлагаем вам начать переговоры о сдаче. В случае вашего согласия, благоволите о том сообщить до 10 часов завтрашнего дня, то есть 17 августа 1937 года Мэйдзи, совершенным почтением». «Генерал-барон Ноги, командующий осадной армией, адмирал Того Хейха Циро, командующий блокирующим Порт-Артур-флотом». «Какая наглость! Предлагает сдать крепость за 10 тысяч долларов?» — возмутилась генеральша. «Я им пошлю кукиш, прикажу срисовать со своей руки и отправлю», — решительно заявил Стессель. «Что они еще нам пишут?» «Предлагают выпустить из крепости женщин, детей, иностранцев, священников до двух часов завтрашнего дня». «Женщины нам нужны в госпиталях, так же, как и священники. Без матерей детвору не отправишь, иностранцы же могут разболтать наши секреты. Следовательно, и это предложение неприемлемо», — решила замужа Вера Алексеевна. «Но зато мы избавимся от лишних ртов», — заикнулся был генерал. «Подумаешь, много осталось здесь. Женщин что-то около трехсот, детей полсотни, священников человек двадцать, до десяток другой иностранцев. Лучше бы ты отправил из Артура Смирнова и его прихвостней вместе с адмиралами». «Вы как смотрите, Виктор Александрович?» — обернулся Стессель к своему начальнику штаба. «Как всегда. Преклоняюсь перед умом, глубоко уважаемый Вера Алексеевна, и присоединяюсь к ее мнению», — расшаркался полковник. На этом семейный совет окончился. Через четверть часа Стессель громко зачитал на заседании, полученное от японцев бумаги, благоразумно умолчав о письме к своей супруге. «Я пошлю в ответ японцам фигу, срисованную с моей руки», — закончил он свою речь. «Как? Что?» — удивленно спросило несколько человек. «Пошлю вот эту самую дулю». И генерал протянул вперед кукиш. «Вы это серьезно?» — спросил Ухтомский. «Если ваши сиятельства привыкли у себя заниматься шутками на броненосцах, то здесь, в штабе, я это делать никому не разрешаю». «В таком случае, как старший в Артуре морской начальник протестуя против ответа подобного рода, советую вам оставить протесты при себе, а то я не постесняюсь вас отправить к японцам». «Ответ, предложенный начальником района, я считаю недостойным русского генерала», — проговорил Смирнов. «Что же, по-вашему?» «Я должен начать переговоры о сдаче. Предупреждаю, что каждый, кто только посмеет об этом заикнуться, будет мною немедленно повешен, невзирая на чины и занимаемое положение», — стукнул генерал кулаком по стул. «Едва ли японцы поймут жест вашего превосходительства», — заметил Кондратенко. «Кукиш обозначает у японцев совсем не то, что у русских. А что именно?» «Как у них продажные женщины приглашают к себе мужчин. Присутствующие постарались скрыть улыбки». «В таком случае мы поясним, что это обозначает по-русски», — продолжал настаивать несколько смущенный Стессель. «Не поймут. И над тобой же будут смеяться», — ответил Фок. «Лучше, по-моему, ответить кратко. Честь и достоинство России не могут допустить мысли о сдаче крепости, пока не исчерпаны все возможности обороны». «Конец надо выбросить», — посоветовал Кондратенко. «В таком виде наш ответ как бы подает японцам надежду, что все же впоследствии Артур может быть сдан». Стессель согласился с этим. И текст ответа был принят с поправкой Кондратенко. «Теперь второй вопрос. Выпускать ли из крепости женщин и детей?» — спросил начальник укрепленного района. Голоса разделились. «Одни были за удаление женщин, другие против». «Я тоже против», — заявил Стессель и повторил доводы своей жены. Его неожиданно поддержал Смирнов. «Дух защитников крепости будет подорван разлукой со своими семьями», — сказал он. «Фок многозначительно покрутил пальцем около своего лба, но не возражал». Второе предложение японцев тоже было отклонено. «Поручим полковнику Рейсу составить ответ, и затем, переведя его на английский язык, завтра с ординарцем отправим к японцам». Закрыл собрание Стессель. Вечером того же дня в будуаре Веры Алексеевны собрались Рейс, Фок и Сахаров. Обсуждался вопрос, как поступить с полученным чеком. «Слишком малая сумма, чтобы ее принимать. Мы, слава богу, сейчас стараниями полицмейстера вполне обеспечены деньгами. Зато ко мне каждый день поступают жалобы на его незаконные действия», — сообщил Рейс. «И что вы с ними делаете?» — поинтересовался Фок. «Отправляю ему же для расследования. Обычно после этого повторных жалоб не бывает. Остроумно», — одобрила генеральша. «Какую бы сумму вы считали достаточной для нужд благотворительного общества?» — осведомился Сахаров. «Ровно в тысячу раз больше», — вместо Веры Алексеевны ответил Фок. «Боюсь, что таких денег у японцев не найдется». «Тогда мы как-нибудь обойдемся своими средствами», — произнесла генеральша. «Так и прикажете ответить?» — переспросил Рейс. «Конечно. И верните им чек», — распорядилась Вера Алексеевна. Гости стали прощаться. На следующий день в положенное время японцам был вручен ответ на все их предложения. Меркли звезды Восток с каждой минутой светлел. Вскоре из-за горизонта показалось солнце. Где-то вдали глухо прогремел выстрел, и в недвижном прозрачном воздухе послышался свист летящего снаряда. На окраине города взвился черный султан дыма. За первым выстрелом раздался второй, третий. Город еще спал. Звуки канонады будили жителей, которые в тревоге высыпали на улицу и пугливо озирались по странам. Несколько повозок, да то ли медленно плетущихся по улице, со страшным грохотом понеслись в карьер, будоражив, все на своем пути. Женщины-крестья старопливо уводили в погреба и подвалы детей. На позициях при первом же выстреле все пришло в движение. На батареях закопошились артиллеристы. Поворачивая орудия в нужном направлении, в фортах быстро изготовились к отражению штурма дежурные части, на валах увеличили число часовых. Резервы подтянулись к передовой линии. Артур приготовился к встрече врага. Кананада усиливала с каждой минуты. Снаряды, попадая в брустверы фортов и батареи, поднимали столбы песку и пыли, и вскоре все слилось в один сплошной рев. Первый штурм крепости начался. В тыл потянулись вереницы носилок. Стессель спал крепким сном, когда к нему явился с докладом рейс. Вышла Вера Алексеевна и, узнав, в чем дело, направилась будить мужа. Японцы пошли на штурм. На силу растолкала она разоспавшегося генерала. Ворвались в город. Началась резня, задыхаясь от ужаса, пробурмотал он. Сейчас же подтянуть к штабу сотни казаков с пулеметами и орудиями, бестолково выкрикивал Стессель, покрывшись холодным потом. Да успокойся ты, ради бога, Анатоль. Никто еще никуда не прорывался. Началась лишь общая бомбардировка. Рейс говорит, что после нее можно ожидать штурма. — Смирнов, Горбатовский и Кондратенко выехали на атакованные участки, — сообщила Вера Алексеевна. Наспех, одевшись, от волнения не попадая в рукава, генерал, сразу осунувшись и постаревший, вышел к своему начальнику штаба. Выслушав доклад, Стессель приказал подать себе верховую лошадь. — Я еду на форт номер два, откуда виден хорошо весь обстреливаемый фронт, — громко проговорил он. — Я тебя туда не пущу, — решительно заявила генеральша. — Тебе нечего соваться на передовую линию. Выбери себе безопасный пункт в тылу, откуда все было бы видно, и сиди на нем. — Форт номер один почти не обстреливается. С него виден форт номер два и частично промежуток между ним и третьим фортом, — подсказал рейс. — А там имеются хорошие блиндажи? — осведомилась Вера Алексеевна. — Так точно. Почти полуторашинные бетонные своды, — доложил полковник. — Что ж, поезжай, — вздохнула генеральша. — Только вы, Виктор Александрович, не позволяйте Анатолию рисковать собой. Он такой неблагоразумный. Приложу все старания, чтобы уберечь его превосходительство. Позавтракав, Стессель и Рейс отправились на форт номер один, далеко объезжая обстреливаемые участки. Отсюда из-за дыма и пыли они почти ничего не видели, но зато здесь было совершенно спокойно, а любезный комендант форта незамедленно угостил начальство душистым чаем с коньяком. Здесь до самого вечера Стессель и провел время в полной безопасности. Правда, мирная беседа временами нарушалась получением тревожных донесений, но генерал тотчас отправлял их к Смирнову или Кондратенко с надписью «Предлагаю действовать по вашему усмотрению, сообразуясь с наличными обстоятельствами». Этим ограничивалось все его руководство происходившим боем. При первом же выстреле генерал Кондратенко поспешил выехать на позиции. Уже в дороге он убедился, что наиболее интенсивно обстреливается промежуток между фортами номер два и три, а также и расположенное за ним большое орлиное гнездо. С последнего открывался прекрасный вид на весь восточный и северный фронт крепости. Туда генерал и отправился. Вскоре его догнал белый. — Вы куда держите путь, Роман Исидорович? — спросил он. — На Большой Орлиное. Значит, нам по дороге. Я решил там устроить свой наблюдательный пункт. Спешившись в глубокой лощине непосредственно в тылу Орлиного гнезда, генералы стали взбираться на гору. По пути они встретили раненого матроса. — Ты откуда? — приветливо спросил его Кондратенко. С этого самого с гнезда махнул назад рукой матрос. — Что там делается? Шибко японец бьет, дыхнуть не дает даже. Нашего командира Мичмана Вильгельмса сразу же убила. Одну орудию испортила. Так что всего одна пушка действует. Вот перевяжусь и обратно, — показал он на руку. А то там наших осталось совсем мало. Спасибо за службу. Ступай с Богом. Рад стараться, ваше превосходительство. Только вы ховайтесь, а то не ровен часа и зачепить может. — Прекрасный народ, эти моряки. Смелый, понятливый, инициативный, — восхищался Кондратенко. — Вот что значит образование это. Другой гальванер или минер заткнет запояс нашего стрелкового офицера. Подниматься по крутой тропинке, ведущей на вершину гнезда, было довольно трудно. На полдороги генералы остановились передохнуть. Перед ними развернула широкая панорама обстреливаемого участка. Справа, окутанная облаками пыли, чуть поступал форт номер два. Прямо в верстах в двух виднелись старые китайские редуты номер один и два, обнесенные двумя рядами проволочных заграждений. В бинокль были видны полуразрушенные брустверы и укрывшиеся в толовом рву солдаты. Слева отчетливо виднелся форт номер три. — Наши батареи отвечают одним выстрелом на десять японских. С беспокойством заметил Кондратенко. — Многие из них и вовсе приведены к молчанию, — сказал Белый. — Опыт Зинжоу нами использован недостаточно. Орудия видны, как на ладони. Батареи — орудия, которых замаскированы, как залитерное, заредутное и волчьемортирное. И сейчас ведут интенсивный огонь. Надо будет сегодня же ночью замаскировать остальные батареи. Генералы двинулись дальше. По явлению их очень удивило коменданта форта капитана Кремнева. — Ваше превосходительство. Как вы сюда попали, здесь вас могут ранить, — с тревогой сказал он. — Мы привыкли делить труды и опасности со своими подчиненными. Что у вас делается? — отозвался Кондратенко. — Отсиживаемся. Ждем, пока стихнет стрельба, чтобы исправить повреждения и вынести тяжелораненых. Кондратенко начал обходить укрепления. Снаружи на брустверах находились лишь часовые, остальные укрылись в блиндажах. Заглядывая в каждый блиндаж, генерал громко здоровался с солдатами и весело шутил. Вдруг вблизи разорвался снаряд, и мгновенно все заволоклось густой пеленой дыма. Из ближайшего блиндажа выскочили два солдата, и, схватив своего начальника дивизии за рукав, попросту втолкнули его внутрь блиндажа. — Да разве ж можно, ваше превосходительство, Роман Исидорович! — сукоризный проговорил один из стрелков. В тесном блиндаже, присев на оскатанной шинели, Кондратенко вступил в беседу со стрелками. — Как вы здесь... — Хорчитесь? — проговорил он. — Вечером с темнотой подвозят кухни, а вот с водой у нас плохо, жара, пить хочется, а воды мало. Да она и протухает скоро, — сетовали солдаты. — Японцы-то не боитесь? — Никак нет. Нам бы еще пару пулеметов, тогда ему в наше гнездо вовек не забраться, — убежденно ответили стрелки. Генерал быстро делал заметки у себя в книжке. Воспользовавшись прекращением бомбардировки, он двинулся дальше, а солдаты принялись за исправление разрушенных брустверов и очистку окопов. Матросы хлопотали у поврежденных орудий. Тут же давал указание Белый. К нему подошел Кондратенко, и оба генерала направились в тыл. — Теперь куда, — Роман Исидорович спросил Белый, садясь верхом. — Поищем Смирнова. Он где-то на скалистом кряже, быть может, там и с Тессель. Едва ли они вместе никогда не бывают. Да, странное у нас положение в Артуре. Фактически два коменданта, а кроме того еще особый командующий фронтом, и все они между собой воюют. Извольте-ка маневрировать между тремя превосходительствами, — задумчиво проговорил Кондратенко. — Я давно уже решил выслушивать приказания всех, а действовать по-своему или по согласованию с вами, — отозвался Белый. — Какой, по-вашему, участок будет атакован? — Самое слабое место в Артуре — это левый фланг. — Если японцы прорвутся от Голубиной бухты, Кляуте, Шаню, то Артуру будет ман в два хода. Но они, по-видимому, хотят открытой силой ворваться в город, форсировав линию между фортами номер два и номер три. Тут у них расположены осадные батареи и дороги к ним из дальнего. Тут промежуток прикрывают всего два старые полевого типа редута. Номер один и номер два. Я думаю, что здесь. Генералы доехали до соседнего хребта, носившего название «Скалистого кряжа». За ним были расположены резервы и полевые батареи в запряжках. Увидя генералов, к ним подошел командир седьмого стрелкового арт-дивизиона полковник Мехмандаров, широкоплечий человек с густой черной бородой. — Мы, ваше превосходительство, с самого утра торчим здесь неизвестно зачем. Воды нет, жара, пыль. О, воды беспокоят лошадей. — Доложил полковник. — Кто вас сюда направил? — Генерал Смирнов вызвал по тревоге. С кавказским акцентом ответил полковник. — Вы не знаете, где он сам? — Дальше на хребте. — Сидит за большим камнем, все что-то пишет, ни на что не обращает внимания. Досадливо проговорил Мехмандаров. — Я сейчас переговорю с ним, — обещал Кондратенко. После полчасовых розысков Белый и Кондратенко нашли Смирнова вместе с его начальником штаба, тучным высоким полковником Хвостовым. Генерал диктовал ему длиннейший приказ. — Как хорошо, что вы приехали! Радостно встретил он прибывших. — Я разработал десять возможных вариантов штурма крепости и мероприятия против него. Вот, послушайте. И Смирнов, достав пачку исписанных листов, начал читать. — Вариант номер один. Штурмуются форты номер два и номер три. Честям двадцать пятого стрелкового полка занять. Дальше шло подробнейшее перечисление вплоть до взводов, кому и куда двигаться, точно указанное до минут время. Теперь об артиллерии послушайте, Василий Федорович. И Смирнов начал перечислять, какие батареи и куда должны были стрелять, какими снарядами, на каком прицеле. Теперь вариант номер два. С увлечением продолжал комендант. Белый сердито сопел. Кондратенко нервно пощипывал бородку, посматривал то на Белого, то на Хвостова. Прошло не меньше часа, пока чтение кончилось. — Ну, как, Роман Исидорович, я, кажется, ничего не упустил? И обратился к генералу Смирнов. — Едва ли возможно предусмотреть все ваше превосходительство. — А затем это предложение надо согласовать с генералом Стесселем. — Он, наверное, отклонит мое предложение, — грустно заявил Смирнов. — И хорошо сделает. Не мог не подумать Кондратенко. Смирнов продолжал. — Отклонит. — Не потому, что оно плохо, а как исходящее от меня. — Не могли бы вы, Роман Исидорович, от своего имени доложить ему мои наметки? — Стессель сразу же догадается, что оно исходит не от меня, — сказал Кондратенко вслух, а про себя подумал. — Так как я такой галимати никогда не предложил бы. Генералы помолчали. — Ваше превосходительство, большинство батарей сильно повреждены и не смогут поддержать стрелков при штурме, — проговорил Белый. — Необходимо просить помощи у флота. — Помимо Стесселя к морякам обращаться неудобно. Он же наверняка запротестует. — Я беру на себя доложить ему об этом, — поддержал Белого Кондратенко. Подъехал Мехмандаров и вновь попросил разрешения отвезти батареи на водопой. — А то уж две лошади пали от жары, — добавил он. — Нет-нет, этим вы нарушаете мой вариант номер три от бития японской атаки. Подождите до вечера, — приказал Смирнов. — К этому времени у меня не останется лошадей в запряжках. Полевая артиллерия сейчас нам не нужна. Приготовлений к атаке нигде не видно. Дивизион, по-моему, можно отпустить, — заметил Кондратенко. — Прошу не возражать, когда я приказываю, — вскинулся Смирнов. — Слушаюсь, — вытянулся Роман Исидорович. — Василий Федорович, едемте дальше. — Генерал Белый должен остаться при мне. Белому оставалось только подчиниться. Кондратенко, ни с кем не прощаясь, вышел. — Оставьте одну батарею на месте, а две отведите в ближний тыл на водопой, — приказал он Мехмандарову. — Спасибо, Роман Исидорович, — горячо воскликнул полковник. — С этим упрямцем все равно ни до чего не договоришься. И обрадованный командир дивизиона ускакал вперед. Вечером на квартире у Стесселя собрались на военный совет Кондратенко, Белый, Фок, Рейс и адмирал Ухтомский. Не хватало только Смирнова, но он вместо себя прислал Хвостова. Выслушав доклады подчиненных, Стессель предложил высказаться о мерах усиления обороны крепости. — Комендант представил свои соображения по этому вопросу, — доложил Рейс и протянул смирновские варианты. Стессель стал читать их вслух. Среди присутствующих раздались отдельные смешки. — Ерунда! — Галиматья, чушь! — бросил Стессель записки на стол. — Полковник Хвостов, предлагаю вам посоветовать вашему начальнику воздержаться в дальнейшем от литературы подобного рода, иначе я до конца осады посажу его в сумасшедший дом. — Давно пора! — с места отозвался генерал Никитин. — Ты еще, Анатолий Михайлович, не знаешь, что по его вине в седьмом дивизионе сегодня поло от жары и отсутствия воды несколько лошадей. — Назначаю комиссию для расследования этого дела под твоим председательством. — Предлагаю за ночь принять все меры к устранению причиненных укреплением повреждений, — приказал Стессель. На утесе продолжалась прежняя размеренная жизнь. С утра все были заняты своими делами. Несколько раз батарея открывала огонь по сухопутным целям. Перед обедом ходили купаться. На море до самого горизонта все было спокойно, только непрерывный грохот, доносившийся из-за золотой горы, свидетельствовал о продолжавшейся бомбардировке. После полудня над городом поднялось огромное облако черного дыма. Борейко приказал телефонистам узнать, в чем дело. Оказалось, что в порту горят склады с маслом. Огонь перекинулся на соседние здания и запылала почти вся территория порта. — Дрюжа горит, ваше скородие. Японец по пожару бить стал еще сильнее. Не дает тушить, — доложил старший телефонист Юркин. — А на фронте что делается? — Слыхать, японец штурм готовит. Генерал наш находится целый день на позициях. Во время обеда поручик предложил Жуковскому сходить в город узнать, что там делается. Капитан согласился и разрешил ему со Звонаревым отправиться на разведку. Солдаты тоже были обеспокоены происходящим. Как бы японец не прорвался в город, возьмет он нас голыми руками. — Ишь вы какие трусливые стали! Сразу так в руки и дадитесь! — вмешался в разговор Блохин. — Нас на утесе триста человек, да три бабы, да восемь пушек. Чтобы нас одолеть, нужно цельную дивизию. — Расхвастался ты, блоха, не к добру! — улыбнулся Борейко. — Ежели бы нам каждый день давали б стакану водки ни в жизнь японцу Артуру не взять! — хитренько улыбнулся солдат. — Не подговаривайся, не дам. Хочешь со мной пойти в город? — Так точно, мигом чистое надену. И Блохин скрылся. Вскоре все трое шли по шоссе в обход Золотой горы. Впереди шагал Борейко, за ним поспевали Звонарев и Блохин. Дойдя до хребта, поручик на мгновение остановился, чтобы осмотреться. Город был затянут густым черным дымом. То здесь, то там вспыхивали разрывы. В воздухе беспрерывно шипели летящие во все стороны снаряды. С батареи Золотой горы, как из кратера вулкана, через равные промежутки времени вылетали огромные столбы пламени, и воздух прорезал шум двадцатипудовых снарядов. Слева сквозь дым виднелась ярко освещенная солнцем поверхность рейда со стоящими на нем броненосцами. Канонада достигла высшего напряжения. — Ну и дела, мать честная! — проговорил Блохин. — Такого мы и подзинжовые не видали. — Цела! — вдруг громко проговорил Борейка и ткнул рукой в пространство. — Кто? — спросил Звенарев. — Пушкинская школа, конечно. Прапорщик понял, что все путешествие его друг затеял с целью повидать маленькую учительницу с голубыми глазами, и, усмехнувшись, сказал. — Хитришь ты, Боря, по-детски. — Навыдумывал с три короба. — А оказывается, надо всего-навсего узнать, цела ли твоя дама сердце. Заткнись, не до тебя! — буркнул в ответ поручик и пошел дальше. Улицы были пусты, жители прятались в погребах и подвалах, и только неугомонные мальчишки выглядывали из-под подворотен при каждом близком падении снаряда. Блохин шел в полголоса, ругаясь. Неподалеку впереди раздался взрыв, и все вокруг заволокло с известковой пылью. В развороченном доме пронзительно завыла собака. — Жаль, пса, должно быть, сильно зацепила. — Эх, житуха пошла в Артуре! — бормотал солдат. Подождав, пока рассеется пыль и упадут последние осколки, пошли дальше. Тротуары мостовая были завалены грудами камней и строительного мусора. Двухэтажный кирпичный дом стоял разрушенный, а от крыши до фундамента была видна внутренность комнат, диван, покрытый ковром, неубранная кровать. В кухне хлистала вода из поврежденного крана, в клетке валялся вверх лапками попугай, кошка испуганно металась по чердаку, людей нигде не было. — Вовремя ушли! — заметил Блохин. Борейко все ускорял шаги, пока не оказался перед двухэтажным зданием Пушкинской школы. Она была цела. Правда, около виднелись воронки от снарядов, и во многих окнах не хватало стекол. Офицеров окликнули из подвала. Нагнувшись, Звонарев увидел толпу перевязанных людей, теснившихся в небольшом помещении. — Да, здесь раненые, — сообщил он. — С ними, верно, находятся и сестры. За углом обнаружили дверь в подвальное помещение. Согнувшись чуть не вдвое, Борейко шагнул вниз по лестнице. Навстречу шла Мария Петровна. — Вы раненые? Прибыли на перевязку? — испуганно спросила она. — Пока все целые пришли проведать, как вы живете, — ответил поручик. — Какое уж тут житье, когда ежеминутно ждем смерти. С утра сидим здесь в тесноте и духоте. Скоро ли все это кончится? — С темнотой, надо думать, наступит передышка. Укрытие вам устроить. Офицеры обошли вокруг дома. — Я здесь. — Покумеку и на этот счет. — А тебя попрошу выяснить обстановку на позиции. На обратном пути зайдешь за мной, — предложил Борейко другу. — Ладно, пошли, Блохин, дальше, — согласился Звонарев. По мере удаления от порта снаряды падали все реже. Дойдя до нового китайского города, расположенного за окружающий город стеною, путники вздохнули свободно. Улицы были полны любопытных, которые и издали наблюдали за бомбардировкой. — Как вас не зашибло на улицах? — удивленно смотрели они на Звонарева и Блохина. — Мы изговоренные, нас осколки и пули не берут, только шашкой достать можно, — отшучивался солдат. Миновав город, они увидели перед собой линию ближайших укреплений. За поворотом дороги открылась залитерная высота, а за ней чуть выступала батарея литеры Б. Над ней велись дымки и шрапнели, в перемешку с черными фонтанами гранат. По дороге в тыл тянулись рикши и извозчики с ранеными, подводы со строительными материалами, пылили зарядные ящики, добизжали интендантские повозки. Блохин расспросил о происходящем на позициях. — Вторые сутки бьет японец, не дает даже кухни подвезти, — жаловались солдаты. — А штурму не делает? — пока не видать. Может, к ночи и полезет. — Небось, понимает, что долго в разбитых окопах не усидишь. Вдруг над залитерной взвился огромный столб огня и черного дыма, который образовал конус, обращенный вершиной вниз. Он быстро рос, заволакивая залитерную и все вокруг. Затем дым медленно отделился от земли и превратился в темное облако. Только тогда донесся глухой удар взрыва, и стали видны бегущие во все стороны люди. Залитерная взлетела на воздух. Испуганно закричал Звонарев, и оба артиллериста опрометью бросились бежать к батарее. Когда они поравнялись с перевязочным пунктом, устроенным на залитерной, то туда уже сносили раненых и убитых с батареи. Одним из первых принесли ее командира, штабс-капитана Высоких. Он был страшно обожжен при взрыве. Все тело представляло собой сплошной волдырь. Лицо было обезображено до неузнаваемости. Он еще слабо стонал, но вскоре затих. Легко раненые солдаты брели группами и в одиночку. Вскоре из батареи элитеры Б поднесли еще двух офицеров, старых знакомцев Звонарева по Дзинджоускому бою, подпоручика Садыкова и поручика Соломонова. У первого в черепе застрял осколок гранаты, и он был без сознания. Соломонову повредило обе ноги, но он крепился и не стонал, только бледное лицо и холодный пот на лбу говорили о тяжких страданиях. Увидя Звонарева, Соломонов попросил у него водки, прапорщик развел руками. — Очень прошу вас, достаньте мне хотя бы динатурату, а то я сдохну немедленно, — молил офицер. Звонарев беспомощно огляделся. — Сергей Владимирович, ваша барышня тут, — вдруг проговорил Блохин. — Какая барышня? — не сразу понял Звонарев. — Да Варька, то бишь генерала Белого Дочка, вон там в куточке нагнулась над носилками. Может, они и спиртскую для их благородия достанут. Прапорщик окликнул Варю. — Как вы тут очутились? — спросила она, подходя к Звонареву. Ее белый передник был весь испачкан в крови, даже на косынке виднелись красные пятна. Волосы растрепались и выбились снаружи. Прапорщик передал просьбу Соломонова. — Сейчас принесу. — И Варя скрылась. Блохин подбежал с радостным известием к раненому офицеру, а вслед за ним появилась и девушка со стаканом вина. — Пейте, оно вас подкрепит. Куда вы ранена? И Варя начала быстро разбинтовывать ноги Соломонова. Раны не тяжелые, важно только их не загрязнить. В это время к пункту подъехал Белый и, увидя Звонарева, подозвал его к себе. На батарее литеры Б и залитерные не осталось ни одного офицера. Отправляйтесь сейчас же туда. Наладьте сначала стрельбу на залитерной, а затем займитесь литерой Б. Я вызываю с утеса вашу роту. До ее прихода вам придется орудовать одному, — распорядился генерал. — Ты не из седьмой роты? — обернулся он к Блохину. — Так точно, ваше предусходительство из седьмой. Ездить верхом умеешь? Сызмаль, ствол лошадей, пас. Отвезешь мое приказание на утес. И через минуту Блохин, поразбойничьи свистнув, карьером вылетел на дорогу. — Заезжай в школу! — едва успел крикнуть ему, вдогонку прапорщик. Солдат кивнул головой и скрылся. Звонарев стал прощаться. — Смотрите, на батареях очень опасно. Сегодня уже убито четверо и ранено трое артиллерийских офицеров, а солдат осталось меньше половины. Не геройствуйте, пожалуйста, — с тревогой в голосе проговорила Варя. — Обещаете? — Ведь я всем известный трусишка, — улыбнулся прапорщик в ответ. — Если что с вами случится, сообщите, я мигом прилечу, — пообещала Варя. — А вы заходите на Золитерную отдохнуть. Я, верно, до утра буду занят исправлением повреждений. Варя потянулась к Звонареву. На мгновение ему показалось, что она хочет его поцеловать, и он с удивлением взглянул на нее. Девушка смутилась и поспешила отойти. — Может быть, я ее воспользуюсь вашим приглашением, — уже издали проговорила она. На Золитерной был полный разгром. На правом фланге зияла огромная яма взорванного порохового погреба. Вокруг все было засыпано землей, обломками бетона, обгорелыми досками. Тут же валялось десяток растерзанных трупов. Едко пахло дымом и горелым мясом. Из четырех орудий только левофланговая морская пушка Армстронга сохранилась в целости. По батарее бродило несколько артиллеристов. Звонарев подозвал их. — Я прислан к вам командиром, — сообщил он. — Что произошло здесь во время боя вчера и сегодня? — Вчера он бил все мимо, так как не видел батареи. Сегодня же, с самого утречка, он вывесил на небо колбасу, с нее увидел батарею и зачал чесать прямо по ней, а потом как вдарит в погреб, кого порвало, кого разметало, на пятьдесят сажений кругом. Прапорщик распорядился снести тела убитых за батарею и заняться исправлением бруствера. Затем он отправился на батарею литеры Б. Обогнув за литерную гору и расположенные на ее склоне стрелковые окопы, Звонарев стал подниматься по дороге к батарее литеры Б. С обеих сторон она была ограждена так называемой китайской стенкой, валом, построенным еще германскими инженерами при сооружении ими крепости Порт-Артур для китайцев. Вал имел полторы сажений высоты и до двух с половиной толщины. Заросший травой он прекрасно сливался с местностью, почему его особенно удобно было использовать для обороны промежутков между фортами и укреплениями. Обстрел литеры Б еще продолжался, батарея молчала. Солдаты сидели по блиндажам, изредка выглядывая наружу. Вместе с фейерверкером прапорщик обошел батарею. Уцелело всего три пушки. Земляные брустверы были снесены снарядами, обнажился бетон. С профессиональным интересом Звонарев тщательно рассматривал все повреждения. Солдаты с удивлением следили, как он ползал на коленях, и ощупывал в бетоне воронки от снарядов, измеряя их глубину и диаметр. Ну вот что, ребята, довольно по казематам сидеть. Айда обчинять платформы и брустверы, — скомандовал Звонарев. Вскоре все здоровые и легкораненые засыпали выбоины и исправляли орудийные платформы. Звонарев прошел на командный пункт, который, как и на залитерный, представлял собой броневую башенку с прорезью впереди. Сквозь нее виднелись два ряда стрелковых окопов с проволочными заграждениями. Далеко внизу к пошились темные фигурки японцев. Вечерело. Солнце склонялось к вершинам синеющих вдали волчьих гор. В долинах уже легла вечерняя тень. Бомбардировка стихала. Потянуло прохлады. В твиллу задребезжали подъезжающие кухни. Наступала тревожная, полная неожиданности ночь. Когда Звонарев вернулся на батарею, в темноте показалась крупная фигура Борейка. — Что у вас тут делается? — справился он. Звонарев подробно доложил. — Темно очень. При ручных фонарях работать приходится. Прожектор не действует. — Заключил он доклад. Один из солдат сообщил. Вчера днем на батарею прислали какую-то диковинную пушку. Короткая, медная, на жабу, похоже. Сказали для освещения вместо ракет. Только никто не поймет, как ею пользоваться. Из крайнего каземата вытащили маленькую медную пушчонку на деревянном лафете. Полупудовая, гладкостенная, сдулозаряжающаяся мортира для стрельбы бранд с кугелями, зажигательными снарядами, — определил Борейка. — Снаряды к ней есть? — Точно так. Диковинные такие, два железных донышка, соединенных прутиком. А внутри не весь что, по цвету серая и диеткая. Такими снарядами полвека назад в Севастополе стреляли по деревянным морским кораблям и крепостным постройкам, чтобы их поджечь. — А нельзя ли ее сейчас попробовать? — попросил Звонарев. — Только где-нибудь подальше от батареи, чтобы не навлечь на нее огня японцев. Мортирку на руках снесли в сторону и установили за китайской стенкой. Затем в дуло насыпали пороху, забили бумажным пыжом и вставили бочкообразный брандскугель. В запальное отверстие вложили запальную деревянную трубку и при помощи длинной палки с горящим фитирем на конце пальника подожгли. Мортирка выпалила со страшным грохотом и перевернулась навзничьим. Брандскугель огненным шаром с шипением взвился к небесам, довольно хорошо освещая местности. Описав крутую траекторию, он огненным ядром упал в расположение японцев. Оттуда донеслись вопли ужаса, а вслед затем затрещал частый оружейный огонь. А артиллеристы закричали от восторга. Не понравилось свидать японцев наше угощение, ей ж жареным мясом запахло. Нельзя ли ваш брать еще кухню им послать? Но поручик не разрешил и направил всех обратно на батарею. Вскоре с тыла донеслось громкое пение, сопровождаемое молодецким посвистом. Солдатушки, браво-ребятушки, а где ваши жены? Наши жены, пушки заряжены, вот где наши жены. Наши топают, узнал Борейко, разбойничий свист Блохина. Он не ошибся. На батарее появились Жуковские с Гудимой, а за ними подошла и вся рота. — Я с Алексеем Андреевичем останусь здесь, а вас, Сергеем Владимировичем, попрошу с первым взводом отправиться на залитерную, — решил капитан, выслушав доклад Борейко. — Слушаюсь. — Первый взвод ко мне! Пошли на свою батарею! — скомандовал Борейко. На залитерной было гораздо спокойнее, чем на батарее литеры Б. Ружейные пули сюда не залетали, снаряды попадали реже. Вдоль батареи были разложены костры, около которых грелись солдаты. С приходом утесовцев все оживились. Всю ночь до рассвета приводили в порядок орудия и блиндажи. Звонарев с Лебедкиным, Смекаловым и Юркиным налаживали поврежденный прожектор. Электрическое освещение. Исправляли водопровод. Мастерили козырьки над орудиями для маскировки. Перед рассветом появилась усталая Варя. — Сережа, по твою душу пришли! — закричал Борейко, увидев ее. — Я так устала, что валю с ног! — пожаловалась Варя. Высокий хумер полчаса назад. Садыков лежит. Без сознания у Соломонова сложный перелом обеих ног. — Жаль высоких! — вздохнул Борейко. — Идите-ка, прекрасная амазонка, спать в наш блиндаж! — смилостил сон. На сон грядущий вас перекрестит и поцелует ваш ненаглядный Сереженька. Медведь, пощадите! Я так утомлена, что не могу вас наградить оплеухой из-за вашей дерзости. Звонарев отвел девушку в свой блиндаж. Работы продолжались всю ночь. Уже засерел восток, когда сон окончательно свалил всех. Люди заснули где придется, подложив от себя шинели или прямо на земле. — Вставать! Японец слезет на штурм! — оглушительно рявкнул Борейко. — К орудиям! Зарядить картечью! На батарее сразу зашевелились. Солдаты, протирая глаза, бежали по своим местам. Захлопали орудийные замки, задвигались хобота орудий. Номератора плива подносили из погреба картечи, картузы с порохом. Готово! — один за другим докладывали фейерверки. — Следи за гребнем! — Как там появятся японцы, так сразу и бей! Сережа, останешься на батарее, а я буду на наблюдательном пункте! — распорядился поручик. Звонарев осмотрелся. Солнце едва взошло. В лощинах еще лежали предрасцветные тени. Где-то за горой слышалась сильная оружейная перестрелка, прерываемая беспорядочными орудийными выстрелами. И издали доносился протяжный крик, не то ура, не то бонзай. Когда первые суета улеглась, солдаты настороженно стали оглядываться по сторонам, разыскивая врага. Но ни спереди, ни справа, ни слева никого не было видно. — Ваш бродь, разрешите выслать вперед людей и японцев постеречь? — попросил Бахим. Прапорщик отправил несколько человек налево от позиции, а сам вышел на дорогу к батарее литеры Б. Она вся была окутана дымовым пылью, сквозь которую то и дело вспыхивали молнии выстрелов. На подступах к батарее виднелись густые японские цепи, сметаемые кортечью. За батареей беспорядочно столпились ушедшие из окопов стрелки. Было хорошо видно, как офицер наспех выстраивал их для контратаки. — На литербе японский флаг! — закричал Блохин. Среди батареи на бруствере колыхалось белое полотнище с красным кругом посредине. — Ваш бродь! — подбежал к прапорщику телефонист Юркин. Поручик приказали идти на выручку. Не успел Звонарев сообразить, что ему делать, как Блохин. И десятка-два солдат уже бежали с винтовками наперевес по дороге к атакованной батарее. Их нагнала рота стрелков из резерва. Но японцы уже отошли от батареи. Первый, что прапорщик увидел, был ранен и в ногу Гудима. Он наскоро перевязывался с помощью своего денщика. Жуковский суетился около орудий, стараясь наладить стрельбу. Потерь не было. — Счастливо отделались, — превозмогая боль, — говорил Гудима. — Стреляли на картечь до последнего. А когда хватились ружей, то они оказались в казематах. Спасибо, стрелки выручили. — Трусы! — Опозорили наш утес, — ругался Блохин. — Мы подзинжовы держались до конца и отступили, когда лишь никого уж на позиции не осталось. — Тебе хорошо было, Назолитерный, а нас здесь окружили, и не особенно хотелось, чтобы нам выпустили кишки, — оправдывался Лепехин. Жуковский приказал Звонареву обстреливать японцев во фланг из расположенных на левом фланге полевых пушек. Эти пушки обслуживались солдатами третьего взвода, наводчики которого, Гнедин и Воблый, отличали своей точностью и аккуратностью в работе, но были медлительны, за что им не раз попадала от Борейка. Звонарев застал их за обыскиванием двух японских трупов. — Ваш, броти, это вам! — преподнес Гнедин японскую карту Звонареву. На карте подробно были нанесены все батареи Порт-Артурской крепости с указанием калибров, установленных пушек, расположения прожекторов и пороховых складов. Прапорщик был весьма удивлен осведомленностью японцев. Во второй половине дня японцы снова бросились на штурм. Они быстро овладели выдвинутыми вперед редутыми номер один и два и Куропаткинским люнетом. Жуковский поспешил к Звонареву. — Сергей Владимирович, дела наши плохи, того и гляди, противник прорвется к нам в тыл. В случае отхода вы со взводом останетесь в прикрытии, — распорядился он. — А залитерное как? Пусть уж там Борейка сам заботится о себе. Самое большое поддержим его своим огнем во фланг наступающим. В это время японцы местами уже перебрались через китайскую стенку и начали подниматься на залитерную гору и расположенное в полверсте восточнее ее малое орлиное гнездо. Повернув в эту сторону пушки, Звонарев открыл шапнельный огонь. Гнедин и Воблый неторопливо наводили орудие и после каждого выстрела, прикрыв глаза рукою, внимательно следили за разрывами снарядов. — Прицел, ваше скородие, надо бы прибавить на одно деление, а трубку укротить, — посоветовали они Звонареву. — Ладно, только не копайтесь, сейчас дорога каждая секунда, живо наводи, пли! Но ни Гнедин, ни Воблый не умели торопиться. Наконец прапорщик не вытерпел. — Пошел к черту, тебе только блох ловить, а не штурм отбивать! Прогнал он наводчика и сам сразу начал давать вдвое больше выстрелов, но меткость их была все же хуже, чем у Гнедина. — Зря снаряды раскидываете, ваш бродь, — заметил обиженный Гнедин. Затем Звонарев прогнал и Воблого. — Становись правильным, а Жиганов будет наводчиком! Вали, Жиганов, вовсю! — приказал он фейерверкеру. Выстрелы загремели один за другим. Номера едва успевали накатывать пушки на место. Неожиданный обстрел с фланга и тыла заставил японцев откатиться назад. Заметив это, соседние батареи взяли японцев под перекрестный огонь. Устилая землю трупами, толпы японцев стремительно бросились в тыл, и тут на них обрушилась собственная артиллерия, стремясь остановить отступление. Но все было напрасно. Японские солдаты без оглядки бежали. С русских укреплений исчезали один за другим флаги страны восходящего солнца. Стрельба затихала. — Отбой! — Поставить орудие на место! — приказал прапорщик. — А вас, обоих наводчиков, я отправлю на залитерную, к поручику. — Он научит вас шевелиться пожирее! — набросился он на Гнедина и в облаго. Те удивленно смотрели на всегда спокойного и выдержанного офицера. — Вы спасли положение на батарее, Сергей Владимирович. Опоздай вы на минуту-другую с открытием огня, а японцы захватили бы вторую линию обороны, и путь в город был бы открыт. Подошел Жуковский. Фок раздраженно ходил по своему кабинету. Перед ним почтительно стоял Сахаров. — Поймите меня, — горячился генерал, — я не могу задерживать резервы до бесконечности. В самого утра мне не дают покоя Смирнов и Контратенко. Из всей моей дивизии у меня осталось всего три батальона. Мне с большим трудом удалось убедить Стесцеля сохранить их как личную охрану, его и его штаба. — Заверяю ваше превосходительство. — Еще полчаса, час, и японцы ворвутся в город. Только не давайте больше ни одного солдата из резерва, — горячо уверял Сахаров. — Но все дело могут испортить моряки. Они очень храбры и беспощадно колотят этих проклятых японцев. Мною приняты меры, чтобы они не попали туда, куда надо. — Какие там меры? Они по собственной инициативе свернули на атакованный участок и сейчас подходят к залитерной и орлиному гнезду вместо первого форта, куда их направили. Не поспеют. Батарея литеры «Б» приведена к молчанию. Редуты и форт номер два взяты. — Справьтесь об обстановке у телефонистов, — кивнул Фок. Сахаров исчез. — Полный успех. Взята китайская стенка. Залитерная окружена, орлиное гнездо штурмуется, — доложил вернувшийся Сахаров. — Стессель совсем потерял голову и идет сюда. Кондратенко неизвестно. Где Смирнов тоже? — Кондратенко на большом орлином гнезде и оттуда руководит всеми действиями. На Смирнова мне наплевать. Я все равно не стану с ним считаться. Попробую уговорить Стесселя не давать больше людей из резерва. Вошел Стессель. Он растерянно озирался по сторонам, совершенно расстроенный и подавленный. — Александр Викторович, что делать? Японцы того и гляди ворвутся в город и учинят резню, как при взятии Артура в китайскую войну. — Прежде всего стянуть сюда, к штабу, все оставшиеся резервы и казачью сотню, для того, чтобы в случае прорыва мы имели под рукой силу. Это предохранит нас от японцев в первый момент, а затем можно будет с ними вступить в переговоры. Но Кондратенко требует помощи. Он уверен, что сможет отразить штурм. Если ему пришлют хотя бы два батальона, у тебя сколько осталось? Три батальона. — Отправь на позицию два, а один пусть находится здесь. Не дам ни одного солдата. — Почему? — Не хочу подыхать раньше времени, и тебе не советую. Мы, старики, и сами себя защитить уже не сможем, не говоря о твоей семье. Один батальон будет смят немедленно, и представь себе, что тогда произойдет. — Это, конечно, так. Но еще лучше японцев совсем не допускать в город. Это не в наших силах. Кондратенко надеется. Охота тебе его слушать. Смирнов ручается за успех. Бред сумасшедшего. В дверь постучались, появился запыленный конный ординарец с пакетом от Кондратенко. Стессель вскрыл его трясущими с руками. Огнем батареи элитеры «Б» атакующие колонны были буквально сметены. Блестящий контратакой моряков противник всюду отброшен за линию фортов в исходное положение. Для закрепления достигнутого успеха прошу выслать в мое распоряжение два батальона. Считаю, что город в безопасности. Кондратенко, — прочитал генерал. — Слава тебе, Господи! — набожно перекрестился он. — Отправить требуемые резервы. — Надо еще проверить это сообщение. Кондратенко — человек увлекающийся и часто видит не то, что есть, а что ему хочется. Сухо заметил Фок. — Надо подождать. — Телефонограмма от генерала Белого, — доложил вошедший адъютант князь Гантимуров. — Все атаки отбиты. — Отступающих, преследуя огнем всех своих батарей, нахожусь на орлином гнезде. Артур вне опасности. — Белый, — прочитал Стессель. — Отправить резервы. — Объявить в приказе благодарность морякам и артиллеристам, — распорядился уже успокоившийся Стессель. — Я буду у себя в штабе. — Слушаюсь. — Нехотя ответил Фок. — Черта лысого я отправлю батальона до темноты. Промотал он, когда Стессель вышел. — Сорвалос, — мрачно прошептал Сахаров. — Черт бы побрал этих артиллеристов. На литере Б сидит Жуковский с электрического утеса. Белый знал, кого послать на эту батарею. — Прошу помнить, что я сделал все зависящее, чтобы задержать резервы, — напомнил Фок. — Уговор дороже денег, ваше превосходительство. Тем более, что сегодняшняя обстановка может повториться еще не раз. Разрешите откланяться. В тот же вечер, когда стемнело и небо покрылось густыми грозовыми тучами, по военной дороге, идущей вдоль линии укреплений, ехали верхом три генерала — Смирнов, Кондратенко и Белый со своими ординарцами. — Хотя вы, Роман Исидорович, и не считаете целесообразным разработку различных планов штурмов крепости, но сегодняшние атаки почти в точности повторили мой вариант номер восемнадцать. Только контратака была произведена фронтально, а не во фланг, как у меня, — обратился Смирнов к Кондратенко. — Всего ваше превосходительство предусмотреть невозможно. — Я, хотя и не знаком с упомянутым вами вариантом, но, тем не менее, довольно легко нашел единственно правильное в наших условиях решение, и контратака повенчалась успехом. — Не помоги вам батареи, Василий Федорович, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Я был твердо убежден, что артиллеристы и моряки не замедлят прийти на помощь пехоте и, как видите, не ошибся. — Боюсь только, что слишком много израсходов на снарядов. Вам, Василий Федорович, надо быть поэкономнее, стрелять только наверняка и не разбрасывать огонь батарей по нескольким целям. — Указания вашего превосходительства будут мною приняты к неуклонному руководству, — отозвался Белый. Наступил серый холодный рассвет. После прошедшего ночью ливня густой туман затянул все ложбины сплошной молочной пеленой. Лухо раздавались одиночные ружейные выстрелы и тотчас же замирали в неподвижном воздухе. Звонарев поднялся на бруствер батареи литеры «Б» и в бинокль оглядел горизонт. Вдали синели волчьи горы, справа чуть проступал до гушань, слева торчало большое орлиное гнездо, а внизу все было скрыто медленно колыхающимися облаками. Даже расположенные в сотне сажений впереди окопы казались подернутыми дымкой. Стрелки во весь рост ходили вдоль своих окопов, кое-где еще догорали ночные костры. Все было спокойно. Прапорщик сошел вниз и, доложив обстановку на фронте Жуковскому, отпросился на залитерную, где у него остались вещи. По пути рядом с ним брелись ночных работ на передовых позициях команды саперов, навстречу трахтели запоздавшие кухни и провианские повозки. Звонарев уже подходил к залитерной, когда сзади раздалось несколько глухих взрывов, а за ними частая оружейная стрельба. Движение по дороге сразу ускорилось. Быстрее зашагал и прапорщик. Перестрелка нарастала. Скоро все слилось в один сплошной гул. Несколько беспорядочных орудийных выстрелов ворвалось в этот хаос звуков. Добравшись, дозалитерный прапорщик кинулся на наблюдательный пункт. С горы было видно, как сверкали огни выстрелов еще полутемных низинах. Полоска огней быстро приближалась к чуть заметной китайской стенке, и вскоре из тумана начали появляться сначала одиночные стрелки и матросы, затем группы, и, наконец, показались быстро отходящие цепи русских. Было очевидно, что начался новый штурм. Прапорщик устремился на батарею и в попыхах едва не сбил с ног Борейко. — В чем дело? — спросил Борейко. — Атака! Японец уже поднимается на залитерную. Скорее, огонь! — К орудиям, к артечью! — закричал поручик. — Ты отправляйся к правому флангу, а я буду на левом! — наспех распоряжался он. Артиллеристы, еще не вполне очнувшиеся от сна, полуодетые, босые, суетили сокол орудий. — Наводи прямо в гребень, бей без команды, но не судитесь! Слышали, черти полосатые! — вопил во всю силу своих легких поручик, стоя на одном из траверсов батареи. У левых орудий на взводе стоял Родионов. Тут же вертелся без особого дела Блохин. Едва успели зарядить пушки, как впереди показалась первая японская цепь. Один за другим прогремели выстрелы, и картечь свизгом и воем понеслась навстречу врагу, сметая все на своем пути. Но тотчас же появилась новая цепь, а за ней еще и еще стрельба стала неровной. — Ваш, бродь, японец заходит слева! — закричал вдруг Родионов. — В ружье! — рявкнул Борейко. — стрелять лишь правыми орудиями! Артиллеристы бросились разбирать винтовки, готовясь принять в штыки обходящие цепи. — Не горячись, цель севернее! — спокойно покрикивал Звонарев. — Бери цель во фланг! Но солдаты сами старались изо всех сил. Их лица были красными от натуги, рубахи промокли от пота. Оглядываясь по сторонам, они в то же время быстро ворочали пушки в нужном направлении. Обойдя батарею с тыла, японцы с криком «Бонзай!» кинулись в штыки. Борейко, размахивая саблей, первый с ревом бросился на них. Началась рукопашная схватка. Сперва артиллеристы оттеснили врага, но затем начали отходить перед численно превосходящим противником. Орудийная стрельба прекратилась. Все взялись за ружье. Огромнейшая фигура Борейко возвышалась над всем побоищем. Он крошил направо и налево. Рядом с ним орудовали Родионов, Кошелев и Лебенкин. Вдруг шашка-поручика разлетелась в куски. От удара об японский штык Борейко отскочил назад и, нагнувшись, схватил. Гант-шпук, соженный, окованный железом дубовый брус и размахивая им над головой, опять ринулся на японцев. Первый ряд их был буквально сметен, а остальные в ужасе отступили назад. Тогда Родионов и Лебенкин, вооружившись банниками, бросились за своим командиром. Этим страшным орудием они дробили головы, ломали руки, сбивали с ног. Японцы дрогнули и побежали, а артиллеристы кинулись за ними. К ним на помощь подоспели стрелки, и враг был окончательно отброшен. Едва успели устранить эту опасность, как обозначился обход справа. Звонарев с несколькими солдатами открыл по ним безуспешную стрельбу из ружей. Японцы быстро приближались и вскоре вновь сошлись в штыки. В это время прапорщик увидел, как с батареи литеры Б в тыл врагу ринулись на выручку за литерной второй и третьей взводы. Впереди бежал нелепо размахивая Шашко и Жуковский. Фуражка у него свалилась, но он ничего не замечал. Солдаты быстро обогнали капитана и врезались сзади в цепи наступающих. Блохин с группой солдат кинулся за ними. Японцы смешались и бросились назад. — К орудиям! — закричал Борейко. Сам, став за наводчика, он дал выстрел картечью по отступающим. За ним открыли огонь и остальные пушки, довершая разгром противника. Отброшенные назад китайской стенки японцы были здесь атакованы с флангов подоспевшими стрелками и моряками, которые отрезали им путь отступления. Началось беспощадное избиение окруженных. На пространстве квадратной версты несколько тысяч русских в белом и японцев в зеленом в одиночку и группами дрались в рукопашную. Ни японская, ни русская артиллерия не осмеливались обстрелять это побоище, до такой степени все перемешалось. Но к русским подходили новые и новые резервы, и вскоре зеленый цвет был совершенно поглощен белым. И тотчас же японская артиллерия открыла ураганный огонь по месту сражения, добивая своих и чужих раненых. Русские поспешили укрыться за китайской стенкой. При первых орудийных выстрелах Варя пробежала на залитерную с перевязочным материалом и йодом. Пробежав с полдороги, она неожиданно оказалась перед японцем, озиравшимся по странам. Вид бегущей женщины его озадачил. Он не сразу сообразил, надо ли ему колоть эту бегущую русскую. Воспользовавшись этим мгновением, Варя швырнула ему в лицо банку с йодом. Японец взвыл от острой боли в глазах, стараясь стереть ядкую жидкость. Девушка тем временем успела скрыться за поворотом. На батарее она уже не застала японцев и немедленно принялась перевязывать многочисленных раненых. Борейка с окровавленным ганшпугом в руках, в разорванном в клочья кителе, без фуражки, с повязкой на голове, осматривал с высоты бруствера свою батарею. Все было в целости. И если бы не десяток другой японских трупов и большое число раненых, никто бы не сказал, что здесь только что разыгрался кровавый эпизод войны. Увидев Варю, он сердцем плюнул. Опять принесла ее нелегкое. Солдаты тотчас же столпились около девушки, ожидая своей очереди для перевязки. — Смирно! — заорал Борейка. Солдаты вытянулись, обернувшись к поручику. — Спасибо за службу геройскую! Всем выдам почарки и водки! Рады и стараться, покорнейше благодарим! — Раздался ответ. — Тимофеич, выясни, кто у нас ранен или убит? — Убитых, слава богу, нет, а раненых изрядно, — ответил Родионов, у которого тоже были перевязаны голова и левая рука. — Двадцать человек, — доложил он через минуту. Из них пятеро тяжело. — Значит, целых осталось всего пятнадцать. Маловато. — Надо будет просить пополнения. Прапорщик где? — На Литербу, ушедший. Там тоже есть раненые. — сообщил Блохин, кривясь от боли в простреленном плече. — Откуда там раненые? — Капитан, самолично пошли нам на выручку со вторым и третьим взводом. — Сам-то цел, — забеспокоился Борейко. — Так точно. Вон они идут к нам. Борейко оглушительно скомандовал смирно и, соскочив с бруствера, подошел к командиру роты с рапортом. — Бросьте эти церемонии, дорогой. Какие у вас потери? — остановил его Жуковский. — Поручик доложил. — А у вас, — в свою очередь спросил он, — трое ранено и один убит. Жаль беднягу. Поблагодарив затем солдат за службу, капитан пошел к Варе. — Вы наш ангел-хранитель. Чуть бой, а вы уже на батарее. Я сейчас пришлю сюда Мельникова вам на помощь. Боюсь, чтоб меня отсюда не прогнал Борейко. Он смотрит на меня волком, хоть и сам нуждается в вашей помощи. — Подождет Мельникова. А я займусь тяжело ранеными. Сафрон Тимофеевич, подходи. Ласково обернулся она к Родионову. — Он мне в морду штык сует. Ну, я и схватился за него рукой, и порезал пальцы, да и голову тоже не предхранил. — Кабни, заяц, закололи б меня, — рассказывал фейерверкиш. — А что заяц сделал? — поинтересовался Жуковский. — Когда я понял, с меня совсем уж брал наш штык, он вскочил на него сзади и укусил за ухо. Тот от неожиданности с него стоял на ногах и упал, тот его и прикололи. Вон за батареей лежит. Заяц с него на память башмаки снял, видите, красуется теперь в них. Варя обернулась. А окруженный солдатами, артельщик, заложив руки в карманы, важно расхаживал по батарее в японских ботинках с обмотками. — Знай, наши их. — Преду. — В светяны все с завистью полопуются. — Как я начну давить в них, вас он! — шутливо хвастался он. За Родионовым к Варе подошел Блохин. Пока ему очищали сквозную пулевую рану в плече, он морщился, но терпел. Когда же ввели туда йодистый тампон, он разразился отборнейшей руганью, но тотчас опомнился. — Ты, не слухай, сестрица, это я для облегчения душевного! — поспешил оправдаться он. — Потерпи. — Сейчас конец. — уговаривал его Варя, вводя глубоко в рану зонт. — Вот сейчас и кончу. Перевязка раненых уже заканчивалась, когда к батарее подъехали Белый и Кондратенко. Борейко в своем живописном неглиже поспешил скрыться, Жуковский, как всегда при виде начальства, сразу растерялся, пискливым голосом подал команду и, заикаясь, отрапортовал. Оба генерала тепло поздоровались с ним и поблагодарили за блестящее отражение атаки. — Вы сами, говорят, зарубили двух японцев, — заметил Белый. — Откуда вы это знаете, ваше превосходительство? — На батарее литеры Б нам все рассказал Звонарев. Капитан сделал досадливый жест. Я увидел, что за литерной находится в опасном положении и поспешил на помощь только и всего. Борейко тот действовал героически со своими солдатами. Больше половины людей ранены, в том числе и он. — Не скромничайте, Николай Васильевич. — Мы все хорошо знаем вашу личную храбрость и невыстрашимость в бою. Оглянувшись, Белый увидел свою дочь за перевязкой. — Так вот, где ты пропадаешь? — накинулся он на нее. — Ищем ее по всему Артуру. — Пошли в госпиталь, там ее нет. — На перевязочном пункте тоже нет, а она, оказывается, лазит по батареям. — Постыдилась бы людей, грязная, растрепанная, в стоптанных туфлях. Сейчас же отправляйся домой и приведи себя в порядок. — Варя вчера и сегодня самоотверженно работала под огнем. — Вступился Жуковский. — И совершенно напрасно. — В госпиталях не хватает сестера, здесь санитара справится. — Все, любовь! — бросил вскользь подошедший Борейко. Варя ответила ему уничтожающим взглядом. — Просто дурь! — сердито буркнул Белый. Разобиженная девушка, демонстративно попрощавшись только с солдатами, все же не утерпела и зашла в офицерский блиндаж, где находился телефон. Вызвав Звонарева, она пожаловалась на несправедливость. И Борейко гонит, и папа сердится. Но все равно завтра буду опять на пункте. Вы же помните, что Береженову и Бог бережет? И девушка повесила трубку, тяжело при этом вздохнув. Затем она гордо прошла мимо Борейко и скрылась за поворотом дороги. Генералы осмотрели батарею и отбыли в штаб Стесселя, пообещав прислать пополнение из моряков. Стессель собирался уже покинуть штаб, когда Кондратенко и Белый подъехали к крыльцу. «Пойдемте, господа, обедать. За столом мы обсудим все интересующие вас вопросы», — любезно пригласил он гостей. В столовой их встретила Вера Алексеевна. Приветливо поздоровавшись, она распорядилась прибавить два прибора. Пока генералы совершали предобеденный туалет, подошел Никитин. Он выглядел еще больным после только что перенесенной дизентерии. «Владимир Николаевич, как я рада вас видеть!» — заспешила к нему навстречу генеральша. «Первый выход мой к вам, драгоценная матушка Вера Алексеевна! Если б не вы, давно лежал бы я в земле сырой! Пожалуйте ручку, благодетельница вы моя! Для вас, Владимир Николаевич, у меня все найдется, ведь вы мой рыцарь без страха и упрека. Таким и останусь до самой гробовой доски!» — пылко заверил ее генерал. Все заняли места. Пока генеральша разливала суп, мужчины занялись водкой и закусками. Особенно отличался Никитин. Рюмка за рюмкой с быстротой молнии исчезали в его глотке. Одновременно лицо его принимало неестественно красный цвет, а мысли приобретали необычайную легкость. «Слыхал, Анатолий Михайлович, о новом подвиге нашего артурского Архимеда Смирнова?» — обратился он к Стаселю. Опять начудил где-нибудь. Сидел, а то он сидел, и вдруг изобрел новый способ артиллерийской стрельбы при помощи высшей математики и тому подобной ерундистики. Это открытие так его потрясло, что он, забыв обо всем, как был, выскочил на улицу и побежал примехонько к Василию Федоровичу. «Чуть невыразимые по дороге не потерял!» — захохотал Никитин. «Отдайте, графин, Владимир Николаевич!» — решительно потребовала Вера Алексеевна. «Одну, раз последнюю!» — взмолился генерал, но хозяйка уже спрятала водку. Стесель покатывался с осмеху, слушая болтовню своего друга и наблюдая за его войной с Верой Алексеевной. «Это тебе не я, здесь по тачке не получишь!» — Кондратенко и Белый тоже улыбались в усы. «А фокушка-то наш тоже отличился!» — продолжал Никитин. «Приказал ты отправить все резервы на позиции, значит, ему тоже надо было с ними отправиться. А идти не хочется, больно сильно не японец стреляет. Но и объявил он, что ввиду праздничного дня резервы задерживаются до завтра». «Какого же он святого праздновал?» — спросила генеральша. «Труса праздновал, матушка Вера Алексеевна!» — выпалил Никитин. Его шутка на этот раз не вызвала смеха. «Я тоже хотел доложить вам, Анатолий Михайлович, что ваше распоряжение об отправке резервов на позицию генералом Фоком выполнено не было. Это едва не привело сегодня к прорыву нашей второй линии. Проговорил Кондратенко. «Подобное поведение Фока совершенно недопустимо!» — возмутилась Вера Алексеевна. «Он уже перестал считаться с тобой, Анатолий. Он должен твердо помнить, что в Артуре всякое твое слово для всех является законом». «Подайте мне рапорт, Роман Исидорович, я сам займусь этим делом», — распорядился Стассель. «Дело и так ясное. Раз Фок не хочет тебя слушать, его необходимо отстранить», — вмешалась Вера Алексеевна. «Пожалуй, я так и сделаю. Завтра же отдам приказ об отчислении его в мое распоряжение», — решил Стассель. «Как же обстоят дела на позициях», — осведомился Вера Алексеевна Кондратенко. «Все атаки отбиты. Особенно отличились артиллеристы. Банниками отбивались от японцев на залитерной. И ходили в штыки на батареи литеры «Б». Зато и потери велики. Из ста двадцати офицеров семь убиты и двадцать три ранено. Какой ужас! А кто командиры на этих батареях? С электрического у Теса Жуковский и Борейко. Звонарев, — сообщил Белый. Мосье Звонарев тоже отличился? Поинтересовалась генеральша, обращаясь к Белому. «Об этом лучше спросить Варю», — улыбнулся Кондратенко. «Она днюет и ночует около той батареи, где находится прапорщик. Совсем отбилась от рук. Запру ее дома, пусть помогает матери по хозяйству», — сердито отозвался Белый. «В окошко выпрыгнет, в трубу вылетит, а к своему милому доберется. Девчонка боевая», — поддел Стессель. Обед кончился. Гости стали прощаться. Вечером Стессель пригласил к себе Фока и в дружеской форме предложил ему временно отдохнуть. «Тебе Смирнов с Кондратенко посоветовали убрать меня?» — в упор спросил Фок. «Твое недомогание заставляет позаботиться о твоем здоровье, и, кроме того, ты и останешься моим советником». Генерал просил дать ему время подумать и отсрочить приказ до следующего дня, на что Стессель и согласился. Вернувшись домой, Фок тотчас же вызвал к себе Сахарова и сообщил ему о полученном распоряжении. «Вот и отлично!» — обрадовался капитан. «Вы ни за что сами не будете нести ответственности, и в то же время ваше влияние на Стесселя еще увеличится». «Так-то, но так!» «Но все же авторитет мой будет умолен, ибо фактически меня отстраняют от дела себе на голову. Вы отныне будете посторонним беспристрастным наблюдателем. Никто вам не помешает давать критическую оценку происходящим событиям. Эти отзывы можно рассылать в письменном виде, в назидание всем начальникам, вплоть до командиров полков». «Не собираетесь ли вы из меня на старости лет сделать писак у шелкопера? Ваше превосходительство, недооценивайте значение печатного слова, и можно достигнуть многого. Что же, например, внушение массам нужных идей, подрыва авторитета определенных лиц? Я начинаю вас понимать, в этом я никогда не сомневался. Письмецо о промахах, действительных или мнимых Смирнова, Кондратенко и других неугодных вашему превосходительству, лиц может иметь весьма серьезные последствия. Их можно отправлять простой почтой. Чтобы с содержанием могли познакомиться также и писаря, а через них и широкие солдатские массы, вы считаете, что таким образом можно влиять на настроение гарнизона? Так точно. Писаря — это прирожденные сплетники и паникеры. От них всегда идут самые нелепые, поэтому кажущиеся солдатам наиболее правдоподобными слухи. Тифантай прекрасно умеет подбирать себе друзей и служащих. Такого проныру, как вы, днем с огнем не сыщешь. Вы далеко пойдете, Василий Васильевич? С вашей помощью, с вашей помощью, ваше превосходительство, — расшаркался Сахаров. Друзья расстались. А на следующий день был объявлен приказ об освобождении Фока от должности начальника общего резерва крепости с назначением распоряжения Стесселя. К 11 августа штурм прекратился. В руках японцев остались лишь совершенно разрушенные редуты номер один и два, в промежутке между фортами номер два и три. За время штурмов японцы потеряли свыше пятнадцати тысяч человек, русские потеряли три тысячи. Сознание одержанной победы высоко подняло моральный дух гарнизона. Даже Стессель счел нужным обратиться к солдатам со следующим приказом. Слава вам, доблестные защитники Артура, грудью своей отстоявшие русскую твердыню на Дальнем Востоке. В течение недели вы без смены, без отдыха выдерживали натиск во много раз численно превосходящих вражеских полчищ. Вы под руководством героических начальников, генералов Фока, Кондратенко, Никитина и Белого, показали, на что способен русский солдат в бою. Все мои приказания выполнялись быстро и точно, в чем я лично мог убедиться, беспрерывно находясь на атакованных участках. Приказ прочесть во всех ротах, сотнях, батареях и командах. «Стессель на передовых позициях? Будет чем посмешить сегодня солдат на вечерней перекличке!» — захохотал Борейко, прочитав это произведение. Глава третья После штурмовых дней на позициях настала затишье. Редко-редко в раскаленном знойном воздухе летних артурских дней раздавался одиночный орудийный выстрел. Целыми днями солдаты лежали в тени блиндажей и козырьков, придаваясь отдыху. На батареях литеры «Б» и «За литерной» жизнь шла размеренным чередом. Шесть дней каждый взвод проводил на позициях, а затем на двое суток шел на отдых на утес. С солдатами менялись и офицеры. Открытый на утесе околоток для слабосильных был почти пуст. Рива и Шура вполне справлялись с работой. Гудима, опираясь на палочку, тихонько бродил по двору, наводя порядок среди артиллеристов и выздоравливающих. Рассчитав, что Звонарев должен находиться на утесе, Варя утром прискакала верхом. Подъехав к батарее, она, как всегда, оставила лошадь около кухни и отправилась в офицерский флигель. Там она прошла к комнате Звонарева и постучала в дверь. В ответ послышался женский голос, просивший немного обождать. Варя мгновенно насторожилась, голос показался ей знакомым. Кроме того, сам факт нахождения женщины в этот час в комнате Звонарева возбудил в ней ревнивые предположения. Варя нетерпеливо топала ногами, дверь наконец отворилась, и она оказалась лицом к лицу с Ривой. От неожиданности и удивления Варя несколько мгновений была совершенно неподвижна. Рива была тоже не менее удивлена и во все глаза смотрела на гостью. Она не понимала, зачем так рано Варя могла оказаться на утесе. «Войдите, пожалуйста», — первая опомнилась Рива. Девушка вошла и быстрым взглядом окинула комнату. На вешалке у двери вперемешку висели женские платья и офицерские кителя. Под ними красовались ботфорты со шпорами рядом с лакированными дамскими туфельками. На столе лежали крахмальные манжеты и приготовленная для починки мужская рубаха, но самого Звонарева не было. — Где он? — глухо спросила Варя. Лицо ее заполало багровым румянцем. — Сережа, он назалитерный. То, что Рива назвала Звонарева просто по имени, окончательно нарушило душевное равновесие Варе. — Вы зачем здесь? — резко спросила она. — Я здесь живу, — ответила Рива, не понимая раздражения гостей. — Вы! Вы завлекли его, мерзкая тварь! Вы хотите сделать его несчастным на всю жизнь, но... — Но это вам не удастся! — трясят от ярости, — закричала Варя, и, хлопнув, дверью вылетела наружу. — Позвольте, вы не поняли? — кинулась был ей вслед Рива. Но Варя, ничего не помня от горя и обиды, одним махом взлетела на свою кубань и, огрев ее ногайкой, карьером понеслась с утесом. Слезы градом катились по ее лицу, косынка съехала с головы, волосы растрепались. Она стремилась скорее повидать Звонарева и выяснить характер его отношений с Ривой. Ее самолюбие было больно уязвлено. Как мог этот низкий человек так долго обманывать меня, утверждая, что между ними ничего нет? Заставлю его публично сознаться в этой связи и порву с ним окончательно вихрем, если смысли в голове девушки. Я-то ему верила, я-то о нем заботилась. Затем, с чисто женской логикой, она начала подыскивать оправдание для Звонарева. Не столько виноват он, сколько эта подлая тварь. А, очевидно, она принагло явилась к нему сама и стала с ним жить. А он шляпа, тряпка, не мог устоять и забыл обо мне, всхлипнула Варя при этой мысли. Быть может, он и вообще обо мне не думает, пришла она к совсем печальному выводу, но тотчас его отвергла. Думал и будет думать, и никому я его не отдам. Потом, размышляя таким образом, она доскакала до города, на Пушкинской улице ее окликнули. — Варя, что случилось? Куда ты мчишься в таком неприличном виде? Посмотри на себя, как тебе не стыдно появляться на улице такой растрепанной? Девушка оглянулась и увидела на тротуаре Веру Алексеевну. — Ничего. Все еще сквозь слезы отозвалась она. — Сойди с лошади и пойдем к нам. — Ты приведешь себя в порядок, — распорядилась генеральша. Варя повиновалась. Пока Варя приводила себя в порядок, Вера Алексеевна продолжала выспрашивать о том, что ее так огорчило. Девушка сперва отнекивалась, но затем все рассказала, и при этом опять так расплакалась, что ее пришлось отпаивать водой. — И охота тебе убиваться из-за какого-то звонарева? Да он твоего ногтя не стоит. Есть много более достойных, чем этот противный прапорщик, — уговаривала генеральша. Он совсем не противный. — Что ты в нем нашла? — Случайный человек на военной службе. Наверное, из поповского рода. Гол как сокол. Не воспитан. И к тому же, оказывается, грязный развратник. — Неправда. Это она во всем виновата. — А почему, собственно, эта мерзкая тварь оказалась на утесе? Что ей там делать? Тут что-то неспроста. Приехала к нему. — Только ли поэтому? — подозрительно спросила Вера Алексеевна. — Не знаю. Я займусь ею сама сегодня же, и мы ее уберем оттуда на Ляуте и Шанили и Голубиную бухту. Туда твой красавчик не особенно разъездится. Варя просияла. — Эх, Варя, на тебя давно заглядывается наш Гантимуров, а ты не замечаешь? Отвратительный слезняк. — Неправда. Молод, интересен. Старинного княжеского рода принят в высшем свете. Правда, за душой у него ничего нет, но зато ты не беспреданница. Будешь княгиней, быть может, попадешь ко двору. — Весь скользкий, мягкий и противный, — брезгливо ответила Варя. — Ладно. Я с твоей матерью поговорю об этом. Она тебя наставит на путь истины. А пока поезжай-ка ты домой. С такой заплаканной физиономией стыдно на людях показываться. Варя взглянула в зеркало на свое распухшее от слез лицо, красные глаза, и, попрощавшись, отправилась домой. Как только она уехала, Вера Алексеевна приказала позвать к ней жандармского поручика Познанского. — Честь имею явиться, Ваше Превосходительство. Вытянулся он перед генеральшей. Она милостиво протянула ему руку, к которой поручик почтительно приложился. — Садитесь, пожалуйста. Я пригласила вас к себе, чтобы попросить мне помочь в одном деле. Весь к вашим услугам. — Расшаркался жандарм. Генеральша рассказал о пребывании Ривы на Утесе. — Эта жидовка наводит меня на подозрение. Что ей делать на Утесе? И почему она обселилась именно у Звонарева, который долгое время состоял при Кондратенко и досконально знает расположение и состояние всех укреплений Артура? — Прикажете все расследовать, не только расследовать, но и обезвредить эту тварь. И генеральша состроила презрительную гримасу. — Слушаюсь, немедленно будет исполнено. Разрешите идти? Познанский вскочил и мгновенно исчез за дверью. Затем он направился в штаб Стесселя. Зайдя к начальнику штаба полковнику Рейсу, он попросил у него приказа о производстве обыска в квартирах Ривы в Новом Городе и Звонарева на электрическом Утесе и их аресте в случае обнаружения подозрительных материалов. — Прапорщика Звонарева, — удивился Рейс, — вы ведь знаете, что это протежек Андратенко и почти зять Белого. — Без ведома начальника района не могу, — отказал Рейс. — Это распоряжение самой Веры Алексеевны. Полковник испытующе посмотрел на Познанского. — Хорошо. Я проверю потом ваше заявление. Через четверть часа жандарм вышел с нужной бумажкой в кармане. По дороге к себе он мысленно набросал план действий. На Утес ему ехать не хотелось, так как он опасался столкновения с офицерами, которые не переносили жандармов. В домике же Ривы можно было рассчитывать и на поживу при обыске. Поэтому, придя в жандармское управление, он предложил своему начальнику, ротмистру князю Микеладзе, отправиться на Утес. Ротмистр, не отличавшийся сообразительностью, согласился и вскоре об жандарма двинулись в путь. На Утесе Микеладзе сперва зашел к Гудиме, предъявил свои полномочия и с ним отправился в комнату Звонарева. Появление жандармов повергло Риву в неописуемый ужас. Она совершенно растерялась, заплакала и бессвязно уверяла, что она ни в чем не виновата. Ротмистр не замедлил счесть все это за костяные доказательства своих подозрений, и Риана принялся за обыск. В результате были обнаружены, завалявшиеся старые планы Артура, несколько неоконченных проектов батарей с объяснительной запиской к ним. Захватив все это, жандармы увезли с собой и Риву. — Добралистки и сюда, сволочи! — выругался Лебедкин, издали наблюдавшись с солдатами за происходящим. — Нет нашего поручика, он бы ее в обиду не дал, живо бы прогнал отсюда этих стервецов, — поддержали солдаты. — Я сейчас поеду на залитерную с обедом, — вмешался Заяц, — и сообщу все прапорщику. — Только лети духом, чтобы они скорее тебя не добрались туда. — Кухня-то сегодня полупустая, мигом доберемся. — Белоногов, запрягай! — скомандовал Заяц своему помощнику. Доставив арестованную на гарнизонную гауптвахту, Микеладзе отправился на залитерную за Звонаревым. Прапорщика там не оказалось. Предупрежденный Зайцем, он отправился на батарею литеры «Б» посоветоваться с Жуковским. Борейка же, при виде жандарма, не замедлил взъерошиться. — Если бы прапорщик и был здесь, то я все равно бы не допустил его ареста. — А пока что прошу освободить батарею от вашего присутствия. Отрезал он ошарашенному ротмистру. — Вы забываете, что я прибыл по распоряжению штаба Стаселя? Прибыли вы не ко мне. Нужного вам лица здесь нет, поэтому ваше пребывание на залитерной совершенно излишне. Эй, подать экипаж начальника жандармского управления, — приказал поручик. — Но хоть укажите, где сейчас находится Звонарев, мне это совершенно неизвестно. Микеладзе нехотя направился к экипажу. — Ваш брать, прапорщик, Звонарев просит вас к телефону. Подбежал в это время денщик Борейка. — Идиот! Зашипел на него поручик, но было уже поздно. Жандарм быстро обернулся. — Вот и прекрасно. Я сейчас переговорю с ним и попрошу его приехать сюда, — проговорил он. Но вместо прапорщика ротмистру пришлось говорить с Жуковским. — Поскольку я не получил от своего начальства никаких распоряжений относительно Звонарева, я не считаю возможным выполнить ваши требования, — ответил капитан. — Вам придется лично предъявить мне приказ об аресте. — Не могу же я этого сделать по телефону. Остается одно — прибыть ко мне на литер-рубе. На фронте было тихо, и это придало храбрости жандарму. Скрипя сердце, он отправился к Жуковскому. — Николай Васильевич, гоните эту сволочь в шею! — И без разрешения Белого Сережу не выдавайте! — тотчас же проинструктировал своего командира Борейка. Увидев подпись рейса, Жуковский заколебался и предложил Звонареву самому решить, что ему делать. — Раз есть приказ, надо ему подчиниться. Со вздохом проговорил Звонарев. — Я же немедленно обо всем сообщу в управлении артиллерии. Все, конечно, быстро выяснится, — обрадовался Жуковский. Звонарев стал прощаться. Солдаты недоумевающе спрашивали друг у друга, почему забирают прапорщика. Донос на него был, что он японцу в руку играет, — сообщили наиболее осведомленные телефонисты. Чепуха все это! Тот он позавчера не менее батальоны побил да покалечил, когда сам из пушки с Жигановым стрелял. Это, знаете, он для отвода глаз. За такой отвод японец, небось, его не поблагодарит. Прощайте, братцы. — Дай вам Бог удачи! — обратился к ним прапорщик. — Счастливо! — Скорее до нас вертайтесь назад! — хором ответили артиллеристы. Пока Микелат зарудовал на утесе и батареи литеры «Б», Познанский тоже не терял времени. Подойдя к домику Ривы в новом городе, он предусмотрительно отцепил его, а затем, обойдя со двора, стал стучать в заднюю дверь. Куин-сан тихо беседовала со старым китайцем. Почтительно выслушивая его указания, когда раздался стук в двери, выглянув в окно, она увидела, что дом отцеплен жандармами. В страхе она сообщила об этом своему гостю. — Что бы ни случилось, говори одно. — Не знаю, не знаю, не помню, все отрицай. Русские жандармы и власти особенной понятливости не отличаются. Не думаю, чтобы они смогли разоблачить меня, а тем более тебя, — наставлял старик девушку. — Может, постучат и уйдут? — предположила Куин-сан. — Это молодой жандарм, поручик Познанский, — разглядел в щелку старик. — Он обязательно ворвется в дом, захочет отличиться. Будь с ним особенно осторожным. Все окна были закрыты. Внутри не было слышно ни малейшего движения. Домик казался пустым. Поручик призадумался. — Принадлежит дом только Риве. Он без стеснения вылмал бы двери и произвел обыск. Но ему прекрасно было известно, что дом находится в аренде у лейтенанта Акинфиева. Вломиться в квартиру морского офицера значило иметь крупные неприятности с флотским начальством. Это не сулило Познанскому ничего хорошего. — Постучи сильнее в последний раз, а там придется обождать чего-либо прихода, чтобы попасть внутрь, — распорядился он. С энергией жандармы забарабанили во все окна и двери. От их чрезмерного усердия посыпались кое-где стекла. — Осторожнее, косолапые идиоты! — прикрикнул поручик. — Слыхать ходят, ваше скородие! — обрадованно доложил один из унтеров. — Отворяй дверь, живо, сволочь! — зарал Познанский, заметив в одном из окон куинца. Девушка поспешила выполнить приказание. — Ты оглохла, что ли, дура? — накинулся на нее жандарм. — Моя сипи, сипи, ничего не слышай! — пробормотала низко кланяясь, испуганная куинца. Войдя в дом, жандармы бросились обшаривать все закоулки и вскоре извлекли из одной кладовки старого нищего. — Моя старая папа! — бросилась к нему куинца. Нищий казался страшно испуганным и усиленно кланялся. — Шпион, сволочь! — проговорил Познанский, дергая его закусу. — Моя честь, Никитайца! — со стоном проговорил старик, откидываясь назад. — Что ты тут делаешь, старый хрыч? — буркнул Познанский. — Куш-куш, мало-мало. Моя чифа, на бед ему дай! — вмешалась куинца. — Не дурно, а канашка! — взял ее за подбородок жандарм. — Вот такой обезьяный, такая дочка! — Силин! — нет ли там отдельной комнаты? Мне надо поговорить по секрету с ней! — обратился он к своему старшему унтер-офицеру. — Спальня имеется, ваш бродь, в ней кровать пуховая! — понимающий улыбнулся Силин. — Вы тут присмотрите за стариком, чтобы не сбежал! — распорядился поручик. — Не извольте беспокоиться, углядим, ваш бродь! — успокоил Силин. Старик сидел на табуретке, совершенно безучастный ко всему окружающему. — Эй, старик! — обратился к нему один из жандармов, оставшихся на кухне. — Дело твое худое есть. Будет тебе атак! — и он выразительно ударил себя ребром ладоней по шее. — Моя честь, Никита Айсен! — А зачем долго не отпирал дверь? — Шибко ломайла, шибко сатарашна. Унтер закурил и стал поглядывать в двери комнат, другой перебирал кастрюли, выбирая себе по вкусу. Старик неожиданно метнулся в сторону и исчез за дверью. — Стой! Куда? — бросили за ним жандармы. Старику удалось бы убежать. Но на его несчастье, выбегая во двор, он налетел на одного из расставленных снаружи унтеров. На крик сбежались остальные жандармы, и сам Познанский, не успевший допросить куинсан. — Весь же истервеца, да покрепче! — распорядился Сирин. — Старый, а силы больше, чем молодого. Избитого, связанного по рукам и ногам нищего, заперли в сарай, и рядом с ним посадили караульного. Познанский больше не сомневался, что пойманный шпион и обрадованный удачей торопился закончить обыск. Ничего подозрительного найдено не было. Через полчаса старика и куинсан под конвоем отвели на губтвахту, а Познанский поспешил с докладом к Микеладзе. Затем они отправились в штаб Стесле. Ознакомившись с делом, генерал приказал весь материал отправить к председателю крепостного суда генералу Костенко. Вернувшись домой, Варя, чтобы отвлечься от своих грустных мыслей, усиленно занялась хозяйством, помогая матери. Рива не выходила у нее из головы. Она ломала голову над тем, как разъединить ее с прапорщиком. В помощь, Вера Алексеевна, она не верила. — Найду лейтенанта, который содержит ее, и все расскажу ему, — наконец решила она. Но ни его фамилия, ни теперешнее местонахождение ей не были известны. Варя решила попытаться узнать фамилию Ривиного друга у старшего писаря управления артиллерии Севастьянова, который был в курсе всех артурских дел. — Петр Евдокимович, не знаете ли фамилию того моряка, который содержит эту Риву? — спросила она его. — Вы хотите сообщить ему о ее аресте? — Как аресте? — Разве вы не знаете, барышня? Ее забрали вместе с прапорщиком Звонаревым. — Звонарев арестован? — побледнела Варя. — По распоряжению полковника Рейса. — Обвиняется чуть ли не в шпионаже. — О, Господи! Да кому же могла прийти в голову такая нелепая мысль? — Не знаю. Сейчас они на губтвахте, а вечером их будут судить. У Вари подкосились ноги, и она опустилась на табуретку, почти теряя сознание. — Вам нехорошо, барышня? Я сейчас принесу воды, — засуетился Севастьянов. — Да вы не волнуйтесь. Их, наверное, генерал Костенко оправдают. Преодолев минутную слабость, Варя поспешила домой. — Папочка, Сергей Владимирович арестован. Влетела она в кабинет отца. — Да, знаю. — Какое-то недоразумение? — спокойно ответил Белый. — Его сегодня судить будут. С отчаянием проговорила Варя. — Тем лучше. — Костенко его знает по работе и, конечно, быстро разберется во всем. Варя постояла несколько секунд в нерешительности. — А его не повесят, папа? — За что? — Разве это то, что сбил тебя совсем с понтолыку? — Так за это надо прежде всего тебя драть, чтобы дури в голове было меньше. — Все это неправда, папа, — смущенно проговорила девушка. И поспешила выйти. — Скорее, Костенко, — шептала она, выходя из дома. Костенко по-прежнему жил на так называемых дачных местах, расположенных в седловине между отрогов Золотой и Крестовых гор. Варя застала его отдыхающим после обеда. — Не приказали до вечера будить, — сообщил девушке-денщик. — Он знает, что сегодня состоится заседание суда по делу о шпионстве. — Нынче почти каждый день кого-нибудь судят, — равнодушно ответил солдат. Подождав немного, Варя решительно вошла в дом и поскреблась в дверь кабинета, но ответа не последовало. Тогда она осторожно открыла дверь и тихонько откликнула генерала. — Кто там? — Спросонок, — не разобрался Костенко. — Это я, — вошла девушка. — А-а-а, попрыгунья стрекоза. Входи, входи, зачем ко мне залетела? — Он совсем ни при чем. Это все она, — заволновалась Варя. Костенко протер глаза и удивленно уставился на свою гостью, которая, захлебываясь и глотая слова, довольно бестолково рассказала о цели своего посещения. — Вы, Михаил Николаевич, обязательно должны его освободить, — закончила она. — А-а-а, так это в твоем дружке сердешном дело идет. Но ведь там замешана еще какая-то особа. Я сначала думал, что просто идет разговор о шпионах, и тут разговор короткий, вздернуть и делай с концом. — А тут, оказывается, целый роман с контрабасом, даже с двумя, — лукаво подмигнул он. — Даю вам честное слово, что он ни при чем, — сложила на груди руки девушка. — Было бы очень просто разрешать судебные дела на основе таких заявлений, — расхатался Костенко. — Дай-ка я еще посмотрю прислый материал. И он, оседлав очками свой нос, начал читать донесения жандармов. — Интересно знать, что послужило началом дела. — Тут имеется лишь предписание штаба СТС для производства ареста. — Но почему было отдано такое распоряжение, неясно, — бормотал генерал. — Нет, тут все пустяки, а вот это посерьезнее. — Так-так, прямых улик нет, но косвенные имеются, их придется проверить, — резюмировал прочитанная Костенко. — Я лично не думаю, что вы этот, как его, Звоников, Звонарев, — поправила Варя, — но все равно, чтобы он был замешан. Простое стечение обстоятельств. — Вы пригласите папу в свидетели. — Ну, зачем же беспокоить Василия Федоровича? — Это же его офицер. Он может дать о нем отзыв, и Кондратенко тоже. — Конечно, суд примет во внимание мнение таких почтенных людей. — Тогда я приведу папу на суд, а мне можно будет присутствовать на заседании. — Не полагается. Дело пойдет при закрытых дверях, хоть одним глазком посмотреть, что там будет делаться, там видно будет. Варя распрощалась и упорхнула, а Костенко охо и кряхтя стал собираться на службу. После долгих настояний Варе все же удалось уговорить отца побывать на суде. Кондратенко же она так и не нашла. Было около шести часов вечера. Дневной жар понемногу начал спадать, с моря потянуло прохладой. На улицах города появились гуляющие. Японцы молчали. На этажерке играла музыка. С кораблей съезжали моряки. Китайцы-латошники расположились у входа на бульвар. Варя с отцом, свернув с набережной, направились к гарнизонному собранию, где обычно заседал военный суд. По дороге их нагнал уже немолодой, полный адъютант крепостной артиллерии, призванный из запаса прокурор Порт-Артурского окружного суда, поручик Казаров. — Вы куда торопитесь, Иван Иванович? — спросил его генерал. — Я назначен сегодня выступать в качестве обвинителя на заседании суда. — Так это вы будете доказывать, что Звонарев виноват? — Коршуном накинулась на него Варя. — Ну, зная ваши симпатии к нему, ограничусь требованием его расстрела, а не повешение. — Как? — расстрелять, — не поняла шутки девушка и громко вскрипнула. — Он совсем невиновен, — сквозь слезы проговорила она. — Не смей треветь на улице, — рассердился Белый. — Иначе мы сейчас же отправимся домой. Вот уж действительно что за комиссия и создатель быть взрослой и дочерью и отцом. Не волнуйтесь, Варя. — Все кончится пустяками, — успокаивал девушку Азаров. — Против нашего Сергея Владимировича обвинения очень слабые. — А кто будет защитником? — Капитан Лениаминов, командир саперной батареи. — Петр Ерофеевич? — спросил Варя. — Он самый. — Где его можно видеть? — До заседания суда едва ли поймаете. Он будет готовить защитительную речь. Я ему помогу. — Он и без твоей помощи обойдется. Сядешь около меня. Остановил ее отец. Гарнизонное собрание помещалось в одноэтажном кирпичном здании и имело снаружи казарменный неуютный вид. Внутри обстановка тоже была неказистой. Одна из комнат служила залом заседания, а в соседней коморке происходили совещания суда. Перед зданием был разбит небольшой цветничок с несколькими аллеями. Сюда и направился Белый с дочерью. К ним тотчас же стали подходить артиллеристы. Первым подошел, как всегда, Двайс Тахотелов. Появился Лениаминов. Варя бросилась к нему навстречу. Вы его защитите, Петр Ерофеевич. Он в чужом перу похмелье. Вы имеете в виду мосье Звонарева? Ну, конечно. Я надеюсь на его полное оправдание. Что же касается остальных... Я интересуюсь только Сергеем Владимировичем. Капитан улыбнулся и хотел что-то сказать, но его позвал Костенко. Варя вышла из полисадника на улицу. К собранию подходила группа подсудимых. Впереди шел Звонарев, поддерживая бледную, едва стоящую на ногах риву. Варя даже не поверила сразу, что это та самая интересная женщина, которую она видела сегодня утром. Прапорщик тоже имел растерянный, испуганный вид. Увидев девушку, он слабо ей улыбнулся. — Все будет хорошо, Сергей Владимирович! — громко крикнула Варя, желая его подбодрить. Конвойные совсем не обращали внимания на офицера, всецелы занятые наблюдением за стариком-нищим и Куинсан. — Не отставай! — то и дело покрикивали на них солдаты. — Не отставай! Все равно убечь не дадим. На небольшом расстоянии от арестованных тихонько шел Вен Фань Вэй, внимательно вглядываясь в старого китайца, устал обрядущего рядом с солдатами. Вен то уравнялся с ним, то заходил вперед, стараясь, возможно, лучше разглядеть арестованного. Особенно привлекал внимание Вена глубокий шрам на шее старика. Сомнений не было. Этого старика он хорошо знал. Увидев Варю с отцом, Вен подошел к ним и нерешительно остановился. — Что тебе, Вен? — спросила Варя. — Надо мало-мало говори, — ответил Вен, кланяясь. — Я слушаю, Вен. Довольно рассеянно отозвалась Варя. — Я знаю, старик. Он генерал Танака. Шепотом проговорил Вен. — Что ты говоришь несуразицу? — удивилась девушка. Откуда здесь взяться Танаки? Просто, может быть, переодетый шпион. — Я говори правду. Это Танака, — настаивал садовник. — Снима Коинсан. Тоже японца есть. Взволнованная Варя поспешила передать это отцу. — Чепуха. Не может этого быть, — отмахнулся генерал. — Послушай, папа, это надо проверить. Едва ли Вен стал бы говорить чепуху. Помнишь, у нас была карточка из Владивостока. Танака там был военным агентом. Так, что в большом альбоме. Пусть Вен ее быстренько принесет сюда. Я напишу маме записку. Дай карандаш. Черкнув несколько слов, Варя подозвала Вена. — Вен, голубчик, сбегай домой. Отдай маме эту записку. Возьми карточку и быстро обратно. Схватив записку, Вен бросился бежать. Вскоре началось заседание суда. В небольшой комнате поставили накрытый красным сукном стол. Около окна за загородкой поместились подсудимые, окруженные конвоем. На стульях расселись свидетели Микеладзе с Познанским и участвовавшие в обыске жандармы. В стороне от них сел Белый и другие артиллерийские офицеры. Варя проскользнула в комнату и забрала своконную нишу, спрятавшись за портьерой. Дело производитель суда по списку стал проверять наличных свидетелей и подсудимых. Затем из соседней комнаты вышел Костенко. В сопровождении членов суда, капитанов Страшникова и Вамензона, Варя поморщилась. Оба офицера были известны как жестокие формалисты и педанты. Началась процедура привода к присяге свидетелей. Вечернее солнце заглянуло в окно и ярко осветило старика. Тот зажмурился и отодвинулся в тень. Варе вдруг показалось знакомым его лицо. Началась судебная процедура. Микеладзе и Познанский подробно изложили дело. — Откуда получил полковник Рейс сведения о наличии шпионской организации? — спросил Вениаминов. — Из секретных источников, не подлежащих оглашению, без запинки ответил Познанский. Солнце продолжало освещать подсудимых, и старик все сильнее ерзал на месте, укрываясь в тени. Костенко изредка посматривал в его сторону. Члены суда тихонько переговаривались между собой. — Эта куколка совсем не дурна, — шепнул Страшников на ух Костенко, кивнув на Куинсан. Жаль будет вешать. — Старый греховодник, смотрите, жена узнает, пропишет вам ижицу, — отозвался генерал. — Ижидовочка хороша. Только уж очень испуганно вставил в Аминзон, происходивший сам из крещенных евреев-кантонистов. Внимание Костенко все больше привлекало упорное нежелание старика быть освещенным солнцем. Генерал даже засопел от раздражения. Варя не сводила глаз со звонарева. Перешли к допросу подсудимых. Прапорщик, чуть дрожащим голосом, дал подробное объяснение по всем пунктам. Затем наступила очередь Ривы. Она сбивчиво начала говорить, что ничего не знает и ни в чем не виновата. — А ее отец часто бывал у вас, — спросил Азаров, указывая на нищего. — Не особенно. Ему подавали милостыню, кормили и отпускали с миром. Ничего плохого о нем сказать не могу. — Кто чаще всего посещал вашу квартиру? Моряки из различных судов. Не вели ли они разговоров на служебные темы? О положении эскадры, распоряжения их начальства? — Говорили о своих делах. Я в них мало разбираюсь. — Кто из сухопутных офицеров бывал у вас? — Поручик Борейко. Прапорщик Звонарев, кажется, больше никого. — Звонарев у вас не ночевал? — в упор спросил Вомензон, краем глаза поглядывая на Белого. Варя, Рива и прапорщик одновременно вспыхнули. Ни разу. — Это верно? — обернулся к Звонареву Костенко. — Подтверждаю своим честным словом. — твердо ответил прапорщик, краснее и еще пуще. На все обращенные их куинсан вопросы она односложно отвечала. — Моя не знаю. Наконец перешли к допросу старика. Он встал и усиленно закланился, бормоча что-то невнятное себе под нос. Костенко старался припомнить, где он видел это лицо. Внимательно смотрел на старика и генерал Белый. В руке он держал фотографию. На ней был изображен Танака в полной парадной форме военного консула. — Не могу припомнить, где я видел это лицо. Обратился к Белому Костенко. — Сейчас мой садовник сообщил дочери, что этот старик, переодетый генерал Танака, я ему не поверил. А теперь меня берет сомнение. — Вот фотография, — признался Белый. Костенко, в свою очередь, стал разглядывать фотографию. Заметив это, арестованный отвернулся в сторону, как бы пряча лицо от падающих на него лучей солнца. — Поверни-ка его мордой к свету, — приказал Костенко солдатам. — Те без церемонии повернули китайца. Костенко ясно увидел шрам на шее арестованного. Был этот шрам заметен и на фото. На лице генерала появилось выражение величайшего изумления. Он даже привстал со стула и, пристально смотря на старика, заикаясь, проговорил. — Ваше превосходительство! Неужели это вы? Нищий сделал было непонимающее лицо. — Он! Я тоже его узнала! — сорвалась с места Варя. Старик мгновенно преобразился. Сразу выпрямившись, он с приятнейшей улыбкой вежливо раскланялся с Костенко и Варей. — Не буду отрицать. Это я. На чистейшем русском языке ответил он. В комнате произошло движение. Белый вскочил со своего места и громко вскрикнул. — Генерал Танако! — Здравия желаю, Ваше превосходительство! — приветствовал его японец. Конвойные, разину вхты, следили за происходящим. Рива и Звонарев, позабыв о своих горестях, с изумлением смотрели на своего соседа по скамье подсудимых. Только Куинсан по-прежнему продолжала сидеть безучастно, смотря себе под ноги. Подать генералу кресло! Первым опомнился Костенко. Двое жандармских унтер-офицеров со всех ног кинулись исполнять это распоряжение. Танако, поклонившись, уселся в него с чувством собственного достоинства. В подсудимом мною и генералом Белым опознан генерал-майор императорской японской армии барон Танако, бывший военный агент во Владивостоке. Прошу это занести в протокол. Торжественно заявил Костенко, когда общее волнение в зале несколько улеглось. Вы подтверждаете это, ваше превосходительство? Обратился он к японцу. Вполне ваше превосходительство. И оба генерала церемонно раскланились. Приступим в таком случае к продолжению судебного заседания. Не сочтете ли возможным ваше превосходительство сообщить суду, с какого времени вы находитесь в артуре? Задал вопрос Азаров. С начала военных действий. Чем вы изволили заниматься? Выполнял поручение его величества императора Японии? В чем же они состояли? В оказании посильной помощи императорской японской армии. В какой форме она выразилась? К своему великому сожалению, я лишен возможности ответить на этот вопрос. Признаете ли вы в таком случае себя виновным в предъявленном вам обвинении? Конечно, нет. Я, как солдат, обязан выполнять беспрекословно любые приказания своего божественного императора. На этом допрос окончился. После речи Азарова и Вениаминова суд удалился на совещание, присутствующие в зале офицера гурьбой столпились около подсудимых. Белый дружески поздоровался с Танакой. — Ваша дочь Василий Федорович так выросла, что совсем стала невестой, — проговорил японец, кланяясь издали, приветствовавшей его Варе. Затем внимание Варе вновь перешло к Звонареву. Пробравшись к нему, она шепотом сообщила о своих переговорах с Костенко и Азаровым. Суд совещался недолго. Костенко предложил оправдать Звонарева за недоказанностью обвинения, а остальных приговорить к смертной казни через повешение. — Звонареву бы следовало все же для острастки подержать на губ твахте, вольнодумен и в бога не верит, — заикнулся было Вамензон. — Не следует забывать, что он почти родственник Белого. Генерал по личному почину явился даже на суд, чтобы дать показания в его пользу, — напомнил Костенко. — Из уважения к мнению вашего превосходительства, а также к моему командиру я не буду возражать против оправдания прапорщика, — поспешил согласиться Вамензон. На этом и порешили. — Встать суд идет, — скомандовал дежурный комендант. Костенко в сопровождении членов суда вошел в помещение. В зале сразу заволновались. — По указу его императорского величества, — начал читать председатель суда, — Порто-Артурский военный суд и так далее признал прапорщика Звонарева невиновным и постановил его из-под стражи освободить. У Варии вырвался вздох облегчения, и она чуть не запрыгала на месте от радости, и дальнейшее чтение слушала в полуха. — Повесить! 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 — закончил чтение генерал. Рива ахнула и потеряла сознание. Звонарев едва успел ее подхватить. Произошло замешательство. Куинсан же и Танако сохранили присутствие духа. — Приговор может быть обжалован генералу Стесселю, которому принадлежит право конфирмации, — разъяснил Костенко осужденным. — Объявляю заседание суда закрытым. — Поздравляю вас, Сергей Владимирович, с освобождением, с чувством, — проговорил Белый. — И я тоже, — подскочила Варя. — Вы, кажется, и не рады. — Надо спасти Риву во что бы то ни стало. Вместо ответа проговорил прапорщик. — У нее и без вас найдется достаточно спасителей, — не удержалась Варя. — Надеюсь, ваше превосходительство не в претензии на нас за несколько своеобразное проявление гостеприимства, — подошел Костенко к японцу. — Ни в какой мере ваше превосходительство. — Незваный гость хуже татарина, — по вашей русской пословице, — а я как раз и принадлежу к числу таковых. — Не имеете ли каких-либо пожеланий? Все возможное мною будет исполнено с величайшей радостью. — Я тронут любезностью вашего превосходительства. — Единственное, о чем я осмеливаю спросить, — это о разрешении мне принять ванну и переодеться. Нельзя ли приобрести хотя бы плохонький костюм? — Иначе боюсь, что в моем рубище я всех перепугаю, когда попаду в царство теней. Немедленно распоряжусь о том и о другом. Танако поблагодарил его поклоном. — Увести подсудимых за исключением его превосходительства, — распорядился Костенко. Уже пришедшую в себя Риву и Куинсан вывели конвойные. — Я сейчас разыщу Андрюшу и все сообщу ему, — успел предупредить звонарев Риву. Варя издали сердито наблюдала за происходящим. — Не беспокойтесь, Петр Ерофеевич сумеет защитить вашу приятельницу лучше любого другого из ее многочисленных друзей. Прощайте, неблагодарный, — проговорила Варя и направилась к выходу. — Ах да, я и забыл поблагодарить вас за хлопоты. Ваши благодарности можете оставить при себе. В соседней с залом заседания комнате, в ожидании выхода Танако из ванной, где его мыл один из вестовых, сидели Костенко, Ваминзон и Страшников. Танако я знаю лет десять. С тех пор, как он был еще майором во Владивостоке, общительный, тактичный, и он был принят во многих домах, особенно военных и морских. Считался ярым русофилом, бывал в Питере и Москве. — Незадолго до начала войны он был отозван в Японию. Перед отъездом его чествовали в военном собрании, поднесли даже на память альбом с фотографиями. И вдруг такая неожиданная и неприятная встреча развел руками Костенко. — На суде он держался прекрасно, — заметил Ваминзон. Появление японца, чисто вымытого, выбритого, в хорошем суконном костюме, прервало их разговор. — С легким паром, ваше превосходительство! — приветствовал его Костенко. Не знаю, как мне и благодарить ваше превосходительство за вашу любезность. Я столько месяцев был принужден вести скотский образ жизни, что испытал поистине райское блаженство моё с Ваней. Разрешите предложить вам ужин в нашей скромной компании? Сочту для себя за высокую честь разделить вашу трапезу. Страшников отправился отдать нужные распоряжения, и вскоре был накрыт стол на четыре персоны, появились закуски, хлопнули пробки, завязалась оживленная беседа, и только стоящую у входной двери часовой с винтовкой нарушал эту мирную картину. После ужина Костенко лично отвёз в экипажа японца на главную воптвахту, при этом их сопровождал эскорты исконных жандармов, но трудно было понять, то ли он конвоировал арестованных, то ли составлял почётную охрану. Караульный начальник, штабс-капитан Чиш, до которого уже дошли сведения о японском генерале, встретил осуждённого весьма почтительно и отвёл ему лучшее помещение в офицерском отделении. Сдав Танаку, Костенко отправился с докладом на квартиру к Стеслю. — Так это правда, что пойманный оказался японским генералом? — встретил его Вера Алексеевна. — Совершенно верно. Я и прибыл, чтобы лично доложить обо всём происшедшем. Пройдёмте в кабинет, там муж и Рейс. Костенко подробно рассказал о заседании суда. — Позвольте вам, ваше превосходительство, представить на конфирмацию приговор. Закончил он свою речь. Стессель обмакнула было перо, чтобы наложить резолюцию, когда неожиданно вмешалась Вера Алексеевна. — Как хочешь, Анатоль. — А Танаку расстреливать, а тем более и вешать, нельзя. — Это почему? — Какой же ты непонятливый. Он хоть и японский, но всё же генерал. Что же получается, солдаты и вдруг станут казнить генерала? Это же прямой подрыв дисциплины. У них и в мыслях не должно быть возможности поднять руку на генерала. А то сегодня они будут расстреливать Танаку, а завтра додумаются, бог знает до чего. Не назначать же для его расстрела офицеров и не надо. — Что ж, по-твоему, надо делать? Не могу же я его помиловать или выслать к японцам. — Виктор Александрович, Михаил Николаевич, вы меня понимаете? Обратилась она к Рейсу и Костенко. — Вполне. В один голос ответили оба. — Вот и прекрасно. — А тебе, Анатоль, я потом всё подробно объясню. — Что же мне теперь-то делать? — спросил совсем сбитый с толку Стессель. — Пиши. — Приговор утверждается. В отношении генерала Танаки смертная казнь через повешение заменяется расстрелом. — Продиктовала Вера Алексеевна. В это время в передний раздался звонок. В дверях кабинета показалась робкая фигура худощавого священника. — Мир дому сему, разрешите войти. — Несмело проговорил он. — Отец Пётр, — узнал Вера Алексеевна. — Милости просим. Священник вошёл, перекрестился на икону в углу и затем отвесил всем поясной поклон. — Зачем пожаловали, батюшка? — справился Стессель. — Был я сейчас на главной гауптвахте. Хотел напутствовать в лучший мир осуждённых. Двое язычников отвергли меня. Третий же, иудеянка, не токма просила отпустить грехи её заблудшей души, но и выразила желание перейти перед смертью в православие. По элику стало мне ведомо такое её желание, решил я предстательствовать перед вами об отложении её казни. — Знаем мы этих жидовок. Когда приспичило, так готова любую веру принять, чтобы спастись, — злобно бросила генеральша. — Я ходатайствую не о смягчении участи сей самаритянки, но об отложении казни на один-два дня, пока она успеет ознакомиться с правилами и догмами православной церкви. — Вы допустили в суде и так некоторую натяжку, вынес ей смертный приговор. Она, как несовершеннолетняя, казни не подлежит. Поэтому, я думаю, можно удовлетворить ходатайство его преподобия, — заметил Костенко. — Это та самая жидовка, что живёт в Новом Городе? — Чёрненькая такая, хорошенькая, — спросил Стессель. — Вы, ваше превосходительство, обладаете прекрасной памятью, — заметил Рейс. — Особенно на молоденьких девиц, — сердито добавила Вера Алексеевна. Наступило минутное молчание. Отец Пётр в ожидании смотрел то на Стесселя, то на его жену. — Вам, батюшка, довольна двух-трёх дней? — спросил Рейс. — Истина так. — Я думаю, можно отсрочить казнь. — Повесить всегда успеем, — высказал своё мнение генеральша. — Что же мне писать? — спросил Стессель. — Исполнение приговора в отношении осуждённой Блюм отложить до восприятия святого крещения, дабы она предстала перед престолом Всевышнего. — Озарённый светом, истинной верой, — продиктовал Костенко. — Теперь всё. И Стессель размашисто подписался. — Анатолий, я хотел бы повидать этого Танаку. Удобно ли это будет? — Я председательница Порт-Артурского благотворительного общества и член общества Красного Креста. На нашей обязанности лежит забота о пленных. — Но Танако просто шпион. Генерал не может быть шпионом. — Он прибыл в Артур с целью военной разведки, и тебя могли бы таким же образом отправить в Японию. — Ну, положим, у нас до этого дела не доходит. Итак, я еду, а ты как хочешь. — По-моему, и тебе следует съездить повидать его. Это будет похоже на визит с моей стороны. — Я думаю, ваше превосходительство. Вы можете побывать на губтвахте под видом проверки караула и ознакомления с содержанием арестованных, — посоветовал Рейс. — А как вы? — Смотрите, Михаил Николаевич, — обратился стесарь Костенко. — С юридической точки зрения вы имеете полное право посетить Танако, раз так едем. — Эй, кто там? — Прикажите, заложите, экипаж! — крикнул деньщикам генерал. Через полчаса коляска остановилась перед губтвахтой. Караульный начальник Чиш отдал рапорт генералу и провел его в помещение для арестованных. — Генерал Танако здесь, — подвел он Читус Тессель к одному из карцеров. Когда дверь отворилась, первой вошла Вера Алексеевна. Танако вскочил и почтительно приложился к протянутой ему руке. — Я пришла, чтобы как представительница Красного Креста узнать, не могу ли я чем-либо облегчить ваши последние часы, — нараспев проговорила генеральша. — Весьма тронут вашей любезностью, сударыня. — Единственное, что я бы хотел, — это выкурить хорошую сигару и выпить бокал шампанского за ваше здоровье, — рассыпался японец, усиленно кланяясь. — Вашу просьбу легко выполнить. — Ты не будешь возражать? — обернулся Накс Тесселю. — Мой муж. — представила она его Танаки. — Я очень сожалею, что мне пришлось с вами познакомиться в такой обстановке. Но вы, конечно, как солдат, понимаете, что война имеет свои законы, — извиняющимся тоном произнес Тессель. — Кроме того, я хотел бы знать ваше мнение как военного об обороне Артура. Меня все время поражала та энергия, с которой фактически заново создавалась под вашим мудрым руководством Порт-Артурская крепость. Нам придется принести большие жертвы в борьбе за нее. Стессель расплылся в приятной улыбке. — Весьма опольщен подобной оценкой своей скромной деятельности. Не имеете ли вы претензий? — Конечно, нет. — Прошу принять мою глубокую благодарность за тот прием, который я встретил на суде, и после него, — чуть иронически ответил японец. Затем генеральская чета отбыла. Дома ее ожидал Рейс уже с готовым приказом о приведении приговора в исполнении, и Сахаров, о чем-то оживленно беседовавший с полковником. — Капитан любезно вызвался доставить Танаки сигары и вино, обещанное Верой Алексеевной, к которым генеральша добавила еще и конфеты. — Так вы, Виктор Александрович, заботитесь, чтобы все было в порядке? — Мимоходом бросила генеральша полковнику. — Все будет сделано. — Ваше превосходительство. — Почтительно наклонил голову Рейс. Приехав на губтвахту, Сахаров передал японцу привезенное. Танака пригласил его и Чижа составить ему компанию. Воспользовавшись тем, что штабс-капитан вышел, Сахаров вручил Танаке небольшой сверток и перекинулся с ним несколькими короткими фразами. — Да, попрошу вас, господин капитан, передать эти конфеты моей маленькой соотечественнице Куин-сан. — Пусть она перед смертью полакомится, — попросил Танака. — Немедленно исполню ваше пожелание. И капитан скрылся. Танака быстро развернул пакет и рассывал находящиеся в нем вещи по карманам. Получив конфеты, задумавшаяся Куин-сан оживилась. Она прежде всего тщательно пересмотрела все обертки конфет и в одной из них нашла крохотную шифрованную записку. — Все будет хорошо, мужайся, завтра будем на воле. Подписи не было. Но Куин-сан знала, кто это написал. За долгую, совместную, разведывательную работу Куин-сан привыкла верить Танаке. Раз он говорил, что завтра она будет на воле, значит, это будет так. Танака прислала ее любимые конфеты. И, успокоенная, ободренная и доброй вестью, девушка приняла за лакомство. Едва она проглотила последнюю конфету, как почувствовала себя плохо. На короткое мгновение мелькнула страшная догадка. Он отравил меня, чтобы я не проговорилась. Но в следующее мгновение сознание покинула Куин-сан. И со слабым стоном она упала на пол. В коридоре, куда выходили камеры арестованных, Сахаров задержал чижа и начал что-то говорить ему на ухо. — Таким образом, вам представляется едва ли не единственный в вашей жизни случай. Легко и быстро разбогатеть, — закончил он полушепотом. Еще более понизив голоса, они быстро заговорили. Затем в руки чижа перешла пачка кредиток, и оба офицера вернулись к Танаке. Японец уже разлил вино по бокалам и, посмотрев свое на свет, предложился бутыльникам чокнуться. — Не заложить ли нам банчишку? — предложил чиж. — Увы, я не располагаю средствами, — отозвался генерал. — Прошу принять от меня небольшой заем. Протянул Сахаров ему пачку кредиток. — Но как же я вам их верну в случае прогруша? — На том свете, угольками. Все весело захохотали. — Прошу делать игру, — провозгласил чижа. — Снимите ваше превосходительство. Все потянулись к картам. В этот день в карауле был третий взвод Утесовской роты. Взводный фейерверкер Жиганов, исполнявший обязанности рунда, помощника, караульного начальника, сидел за маленьким столом и прислушивался к тому, что рассказывал бомбардир Ярцев. Монотонный, ритмической скороговоркой, окующего волжанина, он повествовал об ове королевичей и Василисе Прекрасной. — Ну и мастер же ты брехать, сказочник, — лениво заметил взводный. — Язык, видать, у тебя без костей. Выдался нам денек. — То прапорщика нашего привели, то шпионов. Стеречь их надо в оба глаза. Не район, час сбегут, тогда отсюда не отвертимся. Лениво проговорил разводящий. — Кто сбежит-то? — Девка в юбках запутается. Японец со штабс-капитаном пьянствует, — отозвался Жиганов. — Увидишь. Его с почетом в карете, как суда, повезут прямо к японцам. Получить, мол, ваше японское превосходительство, а то у нас своих генералов хватит. Продолжал шутить Жиганов. — Небось, ежели бы он оказался солдатом, так ему бы вместо кресла на суде в Рейла заехали и на экипажа сюда не повезли, — заметил Ярцев. — Я его п шеям прикладом двинул, когда он на суд входил. Пришлось-таки мне, хотя и не нашего, а все же генерала стукнуть, — вмешался тихий веснущатый солдат Брунин, и руки не отсохли, как ой, и еще больше разуделись. Тогда не знал, кто он такой. — Небось, сейчас не ты его, он тебе по рожу хлистанет, и в ответе не будет. — Генерал, братуха, всегда генерал, а простой солдат всегда простым солдатом и останется, — вздохнул Жиганов. — Уже скоро смена, надо людей будить, — поднялся Булкин. — Вскоре смена ушла. — Разрешите мне на минутку выйти по известной надобности, — обратился Танака к чижу. — Сию минуту, ваше превосходительство, только позову Караульного. — Эй, Грунин, возьмешь винтовку и проводишь арестованного в уборную, — распорядился Чиж. В сопровождении солдата японец направился по коридору. Чиж и Сахаров остались одни в камере, продолжая игру в карты. — Давайте перекинемся в ШТОС, — предложил Сахаров. — Бита, Дана, Бита, Дана! — начал раскладывать карты направо и налево Чиж. — Бита! — Позвольте с вас получить, многоуважаемый Василий Васильевич! Капитан протянул ему пятерку. — Прошло минут десять. — Пора! — проговорил Чиж. — Подождем еще минут пять. Время стоит денег, — по американской пословице. Сахаров протянул несколько бумажек. Подождав еще, штабс-капитан поднялся. — Рунин! — Почему до сего времени арестованный не вышел? Обратился он к солдату. — Оправляются еще. — Постучи сильнее, пора ему выходить. Солдат начал кулаком бить в дверь, но ответа не последовало. — Выломать дверь! — не своим голосом зарал Чиж. — Выслать двоих для осмотра здания снаружи! В караулке поднялась суматоха. Булкин и несколько человек выскочили наружу, в уборной было пусто, решетка в окне выломана. — Под суд пойдешь, мерзавец! — накинулся на Грунина штабс-капитан с кулаками. — Виноват ваш бродь! — едва смог прошептать солдат своими изуродованными губами. — Марш под арест! Развалящий где? Ты что, смотрел? Тоже под суд пойдешь? — Я выучу вас, как нести службу его императского величества! — бушевал Чиж. — Надо сейчас же дать знать в штаб Стесселю о побеге, — напомнил Сахаров. — Я возьму это на себя. Буду вам очень признателен, а я пока организую розыски поблизости. Капитан, не торопясь, дошел до штаба и, разбудив уже спящего рейса, сообщил ему о случившемся. Полковник распорядился и тотчас же вызвать Микеладзе, Познанского и полицмейстра Таутса. Когда те явились, начальник штаба предложил им немедленно принять самые энергичные меры к поимке бежавшего. Едва ли поиски увенчаются успехом. Ночь темная. Прошло порядочно времени, и он легко мог скрыться среди китайцев, но поискать все же надо. Меланхолически закончил рейс. — Найду хоть на дне морском, даю честное слово жандарма, — пылко проговорил Микеладзе. — Вы, князь, будете мне нужны утром. — Полицмейстра, ваш помощник справится и без вас, — ответил рейс. Таутс и Познанский, понимающий, переглянулись. — Поймать Танаку не удалось. Обо всем утром рейс доложил Стесселю. Кроме того, женщина, приговоренная к виселице, была найдена мертвой у себя в камере. В скрытием установлена смерть от отравления. Тем лучше. Меньше хлопот. — Караульного начальника, разводящего и конвойного, прозевавших Танаку, предать немедленно суду, — распорядился генерал. Суд состоялся в тот же день. Чиж был приговорен к трехмесячному аресту после войны. Жиганов к разжалованию в рядовые. Грунин же как главный виновник к расстрелу. На этот раз Стессель, не читая, утвердил приговор. Ночью Грунин был казнен. Когда весть об этом дошла до залитерной батареи, то Борейко, не стесняясь присутствием солдат, разразился с самой непечатной бранью по адресу Стесселя и всех генералов вообще. — Сволочи! Сами японца выпустили, а Грунина под расстрел подвели, — возмущался поручик. Не менее Борейко возмущен был и Вен Фань Вэй. Он понимал, что и побег, и укрывательство японского генерала — дело одних рук порт-артурских властей. Перебирая в памяти всех знакомых ему русских начальников и тех, о которых ему рассказывали его соплеменники, он пришел к выводу, что это дело рук Сахарова. В конторе Тифонтая, где сейчас распоряжался капитан, служило немало китайцев на самых разнообразных должностях. Танако мог всегда сведомо Сахарова и при его помощи скрыться среди них. Вен не посмел поделиться своими подозрениями с Варей, зная, что это может стать известным через нее или ее знакомых самому Сахарову, тогда ему грозила смерть из-за угла. На улицах Артура часто подбирали убитых ночью разрывами снарядов или ружейными пулями китайцев. Расследование не велось. Убитые считались жертвами войны. Все это заставляло подумывать Вен Фань Вэй о скорейшем отъезде из Артура. Но для выезда из Артура надо было получить разрешение штаба крепости, и Вен снова обратился к Варе с просьбой помочь ему вывести семью из Артура. Белый был занят делами обороны, и ему некогда было думать о чем-либо другом. Приходилось ждать. Скрипя о сердце, китаец покорился этой необходимости. Через несколько дней о бегстве Танаки стали забывать. Дело Ривы по просьбе моряков передали им. Звонарев вернулся на Залитерную, и счастливая авария ежедневно появлялась там под каким-либо предлогом. Японцы возобновили бомбардировку фортов и города, жизнь крепости опять наполнилась военными событиями. Кондратенко наметил целый ряд мер к улучшению обороны. В частности, решено было построить новые батареи, но орудий больше в крепости не было, и пришло спросить их у моряков. Для переговоров с адмиралом Ухтомским и его начальником штаба Вироном отправились Белый и Кондратенко. Разговор начался с взаимного ознакомления с положением крепости и флота. «Эскадра через несколько дней закончит исправление всех повреждений и опять будет вполне боеспособна», — сообщил Ухтомский. «Следовательно, вы повторите попытку уйти из Артура», — разочарованно проговорил Белый. «Не собираемся, Василий Федорович. И я, и Роберт Николаевич Вирон — оба мы противники выхода эскадры. Если прошлый раз дело случайно обошло сравнительно благополучно, то теперь нам грозит неизбежная гибель всех судов вследствие колоссального превосходства японских сил». «Но, очевидно, Того сейчас занят исправлением своих кораблей. Судя по рассказам, у него тоже выбыло из строя несколько судов. Так что еще неизвестно, насколько он сильнее вас», — заметил Кондратенко. «Если у него даже вдвое больше поврежденных кораблей, чем у нас, то и тогда японцы все же значительно сильнее. Поэтому мы больше об уходе из Артура не думаем. Пусть уж к нам приходит Рождественский. Навстречу ему эскадры, конечно, выйдет. Для этого и держим все корабли в боевой готовности». «Не слышно, чтобы вторая эскадра вышла из Кронштадта. Значит, раньше, чем через два с половиной-три месяца, то есть к ноябрю, ожидать ее в Артуре нельзя. За это время многое может измениться. Надеюсь, что до того времени крепость сдавать вы не собираетесь. Вообще сдавать Артура никто не станет. Разве возьмут его штурмом? «Мы, конечно, поможем вам огнем своих орудий и десантом. Еще большую помощь флот может оказать своими орудиями и снарядами», — вмешался молчавший до того Белый. «Нам нужно около сотни орудий, мелкого и среднего калибра, с комплектом снарядов к ним». Адмиралы, видимо, не ожидавшие такого оборота разговора, замялись. «Судов нельзя снять ни одной пушки без ущерба для их боеспособности», — промямлил Вирон. «Разоружите ваши мелкие суда. Забияку, Гайдамака, транспорт Ангару, стоящие в порту Миноносцы, негодные для дальнейшей службы вследствие полученных повреждений», — предложил Кондратенко. «Вы, Роман Исидорович, замечательно осведомлены о том, где и что у нас имеется», — удивился Ухтомский. «Меня интересует все, что может усилить оборону крепости. Каюс на днях к вечеру. Заглянул к вам в порт и собрал нужные мне сведения». Улыбнулся в усы генерал. «Немного поспорив, моряки уступили. Ну, а теперь поговорим об использовании судовой артиллерии крупного калибра для нужд сухопутной обороны», — предложил Белый. «Пока что стрельба судов является в значительной степени пустой тратой снарядов». «Производимый по вашей же просьбе», — вставил Вирн. «Совершенно верно. Но в боевой обстановке минувших дней было не до этого. Каждому кораблю необходимо иметь свой наблюдательный пункт на берегу, с которым он был бы связан телефоном. Кроме того, я укажу всем районы для обстрела. Тогда при появлении цели сразу будет ясно, какому судну открывать огонь. «Завтра же к вам будут направлены старшие артиллеристы со всех броненосцев и крейсеров», — заверил Ухтомский. На этом деловой разговор и кончился. Гости и хозяева перешли в столовую. Вскоре подъехали все еще перевязанный после ранения 28 июля командир броненосца Ратвизан Шенснович и командир Севастополя Эссен. Шенснович попросил разрешения зачитать докладную записку о дальнейшей деятельности флота. «Вопрос этот решен. Мы остаемся в Артуре, пока он будет держаться, и лишь в крайнем случае попытаемся уйти хотя бы в нейтральные порты», — сразу запротестовал Вирн. «Я предлагаю прорываться из Артура поодиночке. И прежде всего имею в виду Баяна. Он обладает ходом в двадцать узлов. Выйдясь с темнотой из Артура, к рассвету крейсер будет уже в милях в ста, ста двадцати от Артура, то есть достигнет Цендау. «Скоро наступит осень с ее длинными темными ночами и частыми туманами. При таких условиях вести тесную блокаду на море невозможно», — поддержал Шенснович Эссен. «Я тоже готов попытать счастье на своем тихоходном броненосце». «Да, но вы забываете о бесчисленном количестве мин, которыми еженощно японцы забрасывают наш внешний рейд. Прежде чем прорвать блокаду, придется миновать винегрет из плавающих в море мин», — возразил Ухтомский. «Их и вытравить можно. Это привлечет внимание японцев, и они будут на чеку». Простившись с моряками, генералы отправились с докладом к Стесселю. У него они застали городского комиссара подполковника Вершинина. Выше среднего роста, с окладистой бородой, он был похож на нижегородского купца. Это сходство увеличивалось с окующим говором Вершинина. Он был сильно взволнован. «Поскольку вы являетесь артиллерийским офицером, в которых сейчас большой недостаток, вам надлежит сдать гражданские дела и принять батарею по указанию генерала Белого», — сердито говорил Стессель. «Я назначен комиссаром высочайшим приказом и без повеления Петербурга своего поста не оставлю», — возразил подполковник. «Я придам вас военно-полевому суду за отказ выполнить мое распоряжение в осажденной крепости, чтобы завтра мой приказ был выполнен. Марш отсюда!» — уже прикрикнул Стессель. Вершинин неловко, совсем не по-уставному, повернулся и вышел. «Зажрел и совсем распустился», — обернулся Стессель к входящим Кондратенко и Белому. «Как артиллерийский офицер Вершинин никуда не годится. Отстал и позабыл все, что раньше знал». «Мне его и даром не надо», — взмолился Белый. «Тогда поручу ему ворку трупов, пусть хоть этим будет полезен», — решил Стессель. В это время Вершинин уже сидел в кабинете Рейса. Дрожащим от волнения голосом он умолял начальника штаба помочь ему избавиться от строевой службы. «Виктор Александрович, будьте благодетелем и избавьте от строевой службы. За благодарностью не постою», — полковник задумался. «Боюсь, что генерал закусил узду. В таком случае ничего с ним не сделаешь. Будет рвать и метать, если не подчинитесь. Разве что сходите к Вере Алексеевне. Она одна может сладить с мужем в любое время. Недолюбливает меня генеральша. Отказал я ей в проведении налога на нужды благотворительного общества. Незаконно это, а она разгневалась. Внесите от себя тыщенку-другую на дела общества. Может, она и положит гнев на милость». Откланившись, Вершинин направился все же к Вере Алексеевне. Генеральша приняла его весьма сухо, хотя дары и приняла, но помочь не обещала. «Я в служебные дела мужа не вмешиваюсь. Придется, к слову, спрошу, в чем дело». С этим перепуганный комиссар и отбыл домой. В ту же ночь Вершинин во главе команды жандармов и китайцев приступил к уборке трупов. Его все время тошнило. Он не мог переносить трупный запах. Чуть живой Вершинин вернулся поутру домой и, ругая, на чем свет стоит, Стесселя приступил к сбору денег для нового подношения всесильной генеральши. За столом Вера Алексеевна прислушивалась к разговору мужчин. «Так значит, моряки целиком пошли нам навстречу?» — переспросил Стессель, выслушав Белого и Кондратенко. «Вполне. Были очень любезны». — засвидетельствовал Белый. «Что это с ними случилось? Чуют, видно, что в Артуре начинает пахнуть жареным и без нас им крышка. Того в море, ноги на суше, а не как мусор в проруби посредине. Не знают, куда им податься», — проговорил Стессель. «Вонь на позициях невозможная. Не знаю, как с ней бороться. Жарко, трупов масса. Ужасающие миазмы», — заметил Кондратенко. Субботин рекомендовал совать в нос паклю, смоченную в скипидаре. «Я уже отдал об этом приказ». «Едва ли это очень приятно», — усомнился Белый. «С солдатней церемониться нечего. Гости стали прощаться». На другой же день на залитерной батарее ротный фельдшер Мельников раздавал солдатам паклю. «Закладай в нос, чтоб дохлым японцам не воняло», — пояснил он. Блохин засунул, потянул в себя воздух и громко чихнул. «Мусорное дело. Блохин». С наступлением темноты прибыли китайцы под командой жандармов для уборки трупов. На этот раз среди мобилизованных китайцев оказался и Вэн Фань Вэй. Вместе с другими он рыл длинные и глубокие ямы, в которые крюками стаскивали уже сильно разложившиеся и отравляющие воздух вонью трупы японцев. Особенно много убитых лежало между залитерной батареей и китайской стенкой. Убитых русских уже свезли на военное кладбище, на поле остались лишь тела японцев. Работа была трудная и приходилось часто делать короткие перерывы. Выбившиеся из сил китайцы валились прямо на землю и старались уснуть, но это не всегда удавалось. Мешал сильный, ружейный и артиллерийский огонь. Работы Вэн заметил одного китайца, который не столько занимался уборкой трупов, сколько старался поближе пробраться к укреплениям, приглядывался к ним, видимо, изучая состояние русских батарей и валов. Китаец припадал к земле, чтобы на фоне неба отчетливее видеть, что происходит на русских укреплениях. Это показалось Вэнью подозрительным. Он невольно вспомнил бежавшего после суда Танаку. Желая проверить свои подозрения, садовник подошел к незнакомцу и попросил у него закурить. При свете спички Вэн внимательно поглядел на своего собеседника и сразу узнал в нем Танаку, каким видел его на суде. Но шея у Танаки была забинтована платком, шрама не было видно. Танака тоже внимательно поглядел на Вэна, но не узнал его. Глубоко надвинутая на голову шапка скрывала его обрезанное ухо. — Зачем ты замотал шею? — спросил Вэн. — От грязи вскочил нарыв. С некоторым акцентом ответил китаец. Акцент окончательно убедил Вэна в правоте его подозрений. Перед ним был его злейший враг. Вэн пожалел, что не захватил с собою нож. Он мог бы затеять драку и попытаться убить японца. — Можно, конечно. — Можно. Снова выдать Танаку русским властям. Но теперь Вэн твердо знал, что русское начальство снова отпустит Танаку на свободу. Убирать трупы приходилось около залитерной батареи. Здесь, у костра, сидели солдаты-артиллеристы, среди которых Вэн увидел у Блохина. Он его еще помнил под Зинжоу. Подойдя к костру, Вэн окликнул солдата. — Ты ко мне, что ли, Лао? — спросил солдат, вглядываясь в лицо китайца. — Да никак одноухий приятель. Здорово! Зачем припожаловал? Вэн поделился своими подозрениями относительно Танаки. — Не может того быть, — изумился Блохин, но все же побежал с докладом к Борейко. — Врет, что твой китаец. Танака не окончательный дурак, чтобы оставаться в Артуре, — не поверил поручик. Но все же разрешил трем солдатам с винтовками под командой Блохина отправиться на поимку мифического, как он выразился, Танаки. — Вали, Блохо, и душа из тебя вон, ежели не приведешь сюда этого любопытного китайца, — напутствовал поручик Блохина. Вэн вместе с солдатами направился к уборщикам трупов. В темноте было трудно сразу найти китайца с обмотанной шеей, но тот уже издали заметил белые рубахи русских солдат и поспешно юркнул в толпу. Вэн с солдатами бросился за ним, но безуспешно. Темнота скрыла от Вэна его врага. Хмурые, недовольные, ругая Вэна, солдаты возвращались на залитерную. Вэн немного поотстал, надеясь все же найти пропавшего. Вдруг на него неожиданно напали сзади и ударили ножом в спину. Обливаясь кровью, Вэн повалился на землю, на его крик бросился Блохин и успел заметить убегавшего в темноту человека. Солдат кинулся вдогонку, успел прикладом сбить беглеца с ног, но при этом упал сам, выронив винтовку из рук. Тут подоспели другие солдаты, но беглец уже успел скрыться. Ох, и отчаянно ругаясь, поднялся Блохин на ноги. — Где Вэн? — спросил он у солдат. Здорово его саданули. — Живой? — Живой! Мы его уже отправили на перевязочный пункт. В тот же вечер в изящном бодуаре на квартире Сахарова лежал на диване весь перевязанный Танако и громко стонал от боли. Сахаров полголоса отчитывал японца. — Вы ведете себя крайне неосторожно. Разве можно появляться даже ночью среди китайских рабочих? Они все здесь знают друг друга. Вы зря лезете на рожон. Знаешь, что ваше вторичное разоблачение неименуемо кончится веселицей. Кроме того, вы погубите и меня. Вам надо немедленно покинуть Артур, иначе я ни за что не ручаюсь. Замолчите, Сахаров. Вы плохо работаете. Поэтому мне лично приходится собирать нужные сведения. — Они будут у вас утром? — оправдывался Сахаров. — Они нужны сейчас, чтобы утром в нашем штабе знали, куда следует направлять атаки наших войск. Сердито ответил Танако и со стоном перевернулся на бок. Как мне сегодня пришлось удирать от солдатни? На бегу я вывихнул ногу, да еще получил удар прикладом. Успокойтесь. Уеду при первой возможности отсюда. С меня хватит. Пообещал Танако. Найдите только этого одноухого китайца, который опознал меня на суде и выдал солдатам сегодня. Он должен быть уничтожен. Это мое категорическое требование. Вен оказался довольно тяжело ранен. Прошло немало времени. Когда он смог, наконец, выехать вместе с семьей на Джонке из Артура. Прошло несколько дней. В крепости спешно исправляли повреждения и возводили ряд батарей на второй линии обороны, скалистом кряжей и между орлиными гнездами. Стессель осторожно объезжал спокойные участки и благодарил солдат за проявленные в боях геройство. В штабах писались победные реляции и составлялись огромные наградные списки. У Веры Алексеевны толпились десятки людей, чающих того или другого ордена. Генеральша благосклонно принимала подношения и сообразно с их размерами и спрашивала у мужа подателям награды. В один из этих дней в Артур пришла китайская шхуна из Чифу, на которой прибыл с пакетом от Куропаткина, переодетый китайцем Харунжи Христофоров. Прямо из военного порта, куда шхуна была приведена дежурным миноносцем, он направился в штаб Стесселя. Харунжеву принял рейс, так как Стессель был в отъезде. — Хорошие ли новости привезли нам? — осведомился полковник. — Неплохие. Его Величество повелел считать с 1 мая всему Артурскому гарнизону месяц службы за год. Кроме того, назначил генерала Стесселя своим генерал-адъютантом по случаю рождения наследника, а полковника Семенова своим флигель-адъютантом. Затем генералу Стесселю пожаловал Орден Георгия Третьей степени за бой под Зинжоу, за тот же бой генералу Фоку, золотая сабля с бриллиантами, а на Дейну Орден Георгия Третьей степени. Новости быстро облетели, Артур. В штаб поспешили все, кто только был свободен от службы. За Стесселем послали двух конных ординарцев. Как только полученные бумаги были расшифрованы, Рейс тотчас же направился к Вере Алексеевне, и ей первый сообщил текст, полученный в телеграм. — Генеральша сразу расцвела. — Анатоль, генерал-адъютант, придворный, вот уж никогда в жизни не поверила бы этому. — И напрасно, матушка Вера Алексеевна! — появился в комнате, на правах друга дома Никитин. — Я всегда предрекал, что супруг ваш и повелитель будет не только генерал-адъютантом, но и генерал-фельдмаршалом. Вот помяните мое слово. — Пока, пожалуйте, матушка, вашу генерал-адъютантскую ручку! — склонился Никитин. — И примите мои горячие поздравления с царской милостью! Вера Алексеевна поблагодарила. — Только насчет Дзинжоу как-то неудобно получается. Ведь в Артуре все знают, что Анатолия там не было, да и потеряли мы там семьдесят орудий. Лучше отдать в приказе за бои на передовых позициях. Суть дела не изменится. Фок и Надеян не будут возражать, и никто ничего не посмеет сказать. Обернулась она к Рейсу. — Как вы думаете, Виктор Александрович? — Вполне разделяю мнение вашего превосходительства. Вечером того же дня на квартире у Стесселя состоялось чествование нового генерала-адъютанта и кавалера ордена Георгия Третьей степени. Потянулись поздравители. Далеко заполнить шла веселая пирушка. Однако не все приняли известие о наградах так, как в семье Стесселя. Узнав о своем награждении, генерал Надеян переполошился. — Жас, что мне дали крэшт! — Недоумевая, шамкал старик. — Я его не жешлужил. Тут произошла ошибка. Чарю неверно доложили. Все это надо выишнить. Он спешно покинул свой блиндаж за скалистым кряжем, где поселился с самого начала тесной блокады, приказал подать себе лошадь и направился к Стесселю. Появление старика было встречено восторженно. Все знали его строптивый характер и визит к Стесселю расценили как проявление с его стороны уважения и преданности к вновь пожалованному генерал-адъютанту. Вера Алексеевна сама повела его к столу и усадила рядом с собой. Надеян был по-старинному Галантин и своим беззубым ртом шамкал литиеватые комплименты хозяйке дома. — Вас ведь тоже можно поздравить, Митрофан Александрович. — С монаршей милостью. Обратилась к нему генеральша. — Тут произошла ошибка. — Верно, моя фамилия случайно попала в прикаж. — То есть как случайно? — Мой муж представил вас к награде, и вы ее получили. Я не шевершал никаких подвигов, достойных, что ли, великой награды. Надо чарю написать, что получилась ошибка. — Быть может, вы считаете, что и Анатоль зря получил свои награды, — обиделась генеральша. — О вашем шупруге ничего ж сказать не могу, так как не знаю, за что он награжден. Затем Надеян отозвал Стеселя в сторону и изложил ему свои сомнения. Генерал долго не мог понять, в чем дело, о чем ему говорят. — Дали вам крест, радуйтесь и не беспокойтесь зря священную особу монарха, — посоветовал он Надеяну. Но старик не унимался. — Делайте, как хотите, я совершенно не одобряю ваших намерений, но запретить вам писать об этом не могу, — обозлился Стесель. Надеян поспешил откланяться и отправился к себе. Вечером того же дня он старательно выводил гусиным пером, стальных не признавал, на толстой пергаментной бумаге. Все пресветлейший, державнейший государь-император, царь всемилостивейший, и излагал все свои сомнения в связи с получением награды. Когда послание Надеяне было вручено Стеселю, он сердито бросил его рейсу. «Положите под сукно, а этому старому дураку сообщите, что отослано с первой почты в ЧИФУ». На залитерную батарею последние новости привез Звонарев. Войдя в блиндаж к Борейко, он громко проговорил. «Получены телеграммы с Тесселя. Убирают ко всем чертям, — обрадовался поручик. Наградили званием генерала-адъютанта и крестом третьей степени». «Это верно по ходатайству японского Микадо за то, что он отпустил Танаку. Фока тоже наградили. «За потерю дзенжовских позиций?» Солдаты были возмущены и удивлены. «Не слыхали, чтоб генерал Стессель был из героев. Уж наш Белый больше заслужил. Денно и ночь наскачет по батареям, — говорил Блохин. Известие о зачете месяца артурской службы за год привело всех в восторг. «Теперь, значит, как война кончится. Все поедем по домам, — мечтал Белоногов. «Скоро мира не дождешься, — возразил Блохин. Вот если б наш брат-солдат делами ворочал, мигом бы с японцами договорились. С генералами-то ихними, что ли? Нахрен они нам сдались? С солдатами же, конечно. Они, небось, тоже по своим бабам скучают. Больно у тебя все просто, Филя. Иди-ка на литербу. Отнеси капитану рапортичку о расходе снарядов», — распорядился взводный Родионов. На следующий день был назначен торжественный парад на одной из площадей, укрытых от японского обстрела. День выдался ясный. Море искрилось на солнце. Японцы не беспокоили. Артур ожил. По улицам сновали прохожие. Магазины бойко торговали. На площади, невдалеке от дома Стесселя, были выстроены покоем войска, посредине высился покрытый серебряной парчой аналой, около которого блестяризами собралось все артурское духовенство. Стессель с огромной свитой стоял впереди и громким шепотом торопил священников. Наконец протодиакон провозгласил последнее многолетие богоспасаемому градусему его жителям, и молебствие кончилось. Выйдя на середину, Стессель зычным голосом зачитал царские телеграммы и поздравил гарнизон с царской милостью. Затем от свита отделился фок и начал речь в честь Стесселя. Генерал-адъютант, приближенное к царю лицо. Он представляет в Артурии священную особу государя-императора. Генерал Стессель — наша слава, наша гордость, наш вождь. Под его руководством мы не пропадем. Ура артурскому герою! Гремел оркестр. Фок и Стессель торжественно поцеловались. После парада генерал-адъютанту подошел с поздравлениями Эссен. Стессель, как всегда, был с ним отменно вежлив и любезен. У меня есть просьба к вашему превосходительству, — обратился моряк к генералу. Заранее готов ее исполнить, Николай Откович. Весьма вам признателен за ваши благосклонные отношения к моей скромной персоне. Я хотел вас просить о помиловании госпожи Блюм, осужденной якобы за шпионаж вместе с генералом Танакой. Разве ее еще не повесили? — Никак нет. Со вчерашнего дня она православная. Дело вчера разбиралось в военно-морском суде под моим председательством, и мы решили просить о ее помиловании. — Счастлив ее бог! Черт с ней пусть живет, но чтобы я о ней больше ничего не слыхал, — смилостился Стессель. Эссен поспешил поблагодарить и отошел в сторону, где его ожидал уже Акинфив. В тот же день Варя Белая увидела на этажерке Риву под руку с Акинфивом и очень удивилась. Ее соперница опять оказалась на воле. За разъяснениями она отправилась к Желтовой. Завтра ее свадьба с лейтенантом, — пояснила Варя Мария Петровна. Варя запрыгала и бросилась целовать Желтову. — Как я всему этому рада! Она на свободе и... и больше не угрожает твоему счастью. Со Звонаревым докончила учительница. Девушка еще раз крепко ее поцеловала. Отрядная церковь была ярко освящена. В церкви находился Эссен с группой своих офицеров, среди которых стоял взволнованный и раскраснявшийся Андрюша Акинфив. У алтаря Борейка договаривался с Причтом о подробностях Венчани. Тут же стоял Звонарев в белых перчатках с букетом цветов в руках. — Невеста что-то опаздывает! — недовольно бурчал поручик. Наконец в церкви появилась Рива в сопровождении обеих учительниц и Желтовой. — Становитесь рядом! Жених справа, невеста слева! Возьмитесь за руки! — командовал Борейка. — Сережа, дай ленту связать их руки, чтоб не убежали из-под венца! — шутил он. — Подойдите, брачующиеся! — пригласил священник, и молодые подошли к Аналою. Обряд начался. Прапорщик посменно с Борейка держал венец над Ривой и Акинфивом. Когда служба подходила к концу, в церковь вошла Варя, белая, с букетом чайных роз. Она с трудом протолкалась вперед и внимательно осмотрелась вокруг, затем тихонько подозвала к себе одного из матросов и попросила его передать невесте букет после венчания. Сунув матросу в руку рублевку, она надвинула на лоб сестринскую косынку и поспешила выйти из церкви. В дверях она обернулась на жениха и невесту и радостно избежала на паперть. — Жена да убоится своего мужа! — провозгласил дьякон. — Да не иди уже! — в тон ему прогудел на ухо Риве Борейка. Обряд венчания окончился. Все направились к молодым с поздравлениями. Подошел и матрос с букетом. — Барышня-сестрица, приказали вам его передать! — доложил он. — Какая сестрица? — удивилась Рива. — Не могу узнать. Субтильная такая, все глазами по странам зыркает. Платочек обронили. И он протянул небольшой, обшитый кружевцем, носовой платок. Из церкви молодые с гостями направились в маленький домик Ривы в новом городе. Эссен и Желтова, бывшие посаженными отцом и матерью, благословили молодых иконы. Оля и Леля осыпали их рисом, а Борейка во всю силу своих могучих легких прокричал «Горько!» молодым. Андрюша и Рива смущенно целовались под аплодисменты гостей. — Теперь горько шоферам и шоферицам! — ответил Андрюша. — Горько, горько! — поддержали остальные. Звонарев осторожно приложился к щечке Лели и Лобиной. Зато Борейка, поставив маленькую Олю на стул, наградил ее таким поцелуем, что получил немедленно звонку и оплеуху. — Этот медведь не целуется, а кусается? — обиженно объявила девушка. — Я так и думала, что он сейчас меня проглотит. Не смейте больше ко мне прикасаться, косолапый! — Так я же, можно сказать, любя! — оправдывался поручик и опять был награжден пощечиной, на этот раз совсем легонькой. Не говорите глупости. Кто же поверит, что такой страшный зверь способен на нежные человеческие чувства? Уж во всяком случае не я. — Как известно, дурной пример заразителен. Чья теперь очередь? — спросил Эссон. — Сережа и Звонарева, и его Амазонки, — ответил Борейка. — Да. Кстати, я получила от неизвестной сестры прекрасный букет роз, — сообщила Рива. Себя она не назвала, но обронила, уходя. Вот этот платок. Кто бы это мог быть? — Леля. Лобина с Желтовой принялись рассматривать платок. — Да ведь это Варий Белый, — узнала Леля. — Пахнет аптекой, значит, ее. Она ведь не признает духов и предпочитает лугухать конюшней или карболкой. — Молодчина, Варя. Я всегда говорила, что она прекрасный человек, — с жаром проговорила Оля. — Я очень, очень тронут ее вниманием и прошу вас, Сережа, горячо поблагодарить ее за меня, — проговорил Рива. — Боюсь, что я ее увижу не скоро, Ривочка. Во-первых, я больше не Рива, а Надежда Сергеевна Акинфиева, а для друзей просто Надя. И, во-вторых, вы сегодня же увидитесь с ней. Она, наверное, сама вас найдет и подробно расспросит про свадьбу. Для нее все это представляет большой интерес. Мы, женщины, как известно, очень любопытны во всем, что касается любви. Отъезжающих на ля утешань молодых пошли провожать до пристани, где уже ожидал разукрашенный флагами паровой катер с Севастополя. В последний раз прокричали горько молодым и чокнулись остатками вина. После этого, отдав концы, катер заскользил по гладкой поверхности уже темнеющего рейда, и компания разошлась. Около дома Стесселя Звонарев неожиданно встретился с Варей. Можно было предположить, что девушка его поджидала. Надежда Сергеевна Акинфиева просила вам передать свою благодарность за букет. Я такой не знаю. Вы еще будете отрицать, что не были сегодня в церкви на ее свадьбе. Это вам приснилось? И там потеряли свой носовой платок? Разве там? А это искала, искала, выдала себя Варя. Значит, это были вы, торжествовал Звонарев. А хоть бы и так. Вы меня тронули этим поступком. Никак не ожидал, чтобы свирепая амазонка была способна на такую мягкость по отношению к потерянной, как вы говорите, женщине. Она раньше была такой. А раз на ней женились, значит, она исправилась и стала настоящей дамой. Серьезно проговорила Варя. Вы восхитительны в своей наивности, Варя. А вы просто глупы и ничего не понимаете. Ну, расскажите подробно, как все это было? Подхватила она Звонарева под руку. Прапорщику пришлось проводить девушку до самого дома. По дороге же выписуя все происходившее на свадьбе. «Теперь, Варя, очередь за вами. Гантимуров спит и во сне видит вас с твоей женой. Я никогда не выйду замуж за такого противного слезняка, как он, а за не слезняка. Еще подумаю. Но он должен быть, во всяком случае, много умнее и догадливее, чем вы». И Варя убежала, издали помахав рукой на прощание. Звонарев, улыбаясь, пошел обратно. Он впервые подумал о ней, как о своей возможной жене. И хотя он постарался прогнать эту мысль из головы, но она невольно возвращалась к нему. Субтитры создавал DimaTorzok